Усы крайне подозрительны, согласитесь. Нельзя доверять усам. Добрый вечер. Добрый вечер, Ольга. Да. Добрый. Меня всё-таки никак не оставляет в покое мысли об этом всё-таки охранном спутнике. То есть какая-то, как по мне, странная идея поставить охранный спутник, который валит всё, кто подлетает к планете, то есть независимо с какой цели оно там летит. Идея сама по себе какая-то такая интересная. Для меня лично, представьте, задача у них, как у писателей, сделать так, чтобы на землю попал человеческий детёныш, попал в результате, то есть попал как-то один. А как он мог туда попасть один, не закинули чего-то? То есть надо уже придумать ситуацию, в которой он попадает туда с родителем, родители погибают, он останется. Они сами изначально рассматривали версию, что это метеоритное было попадание внезапное, и корабль упал просто на планету, а потом уже выяснили, что его сбил, собственно, спутник. Это типичная ловушка Стругацких. Вот у них всё такое. Читаем пятую книгу уже, но вы так радостно туда попадаетесь. Это значит, что вы целевая аудитория, что Стругацкие достучались до ваших сердец. А почему вы связываете судьбу малыша и вообще задумку относительно этой планеты, странников или усов с наличием спутника? Лично я не связываю, у меня нет вопросов. Он мог случайно быть занесённым туда, этот спутник. Ещё по миллиону варианту там остаться, избивал он не потому, что это был замысел странника, а был замысел усов, или договор странников усов, как посчитал Антон Пендюр в своём резюме, в своём эссе. А вот просто вот есть. Почему бы вот его не быть, вооружённого двумя ракетами спутника? Ну просто самая идея опять-таки. Они же не придумали какую-то случайную катастрофу, если им важен был просто сюжет падения, и сюжет Маугли, грубо говоря. То есть они же придумали вот такую вот схему со спутником странную такую, непонятно. Они ничего не придумывали? Они не пландировали Маугли? И шансов на то, что ребёнок выживет в корабле, который падает с дырка в быку? Не-не, я имею в виду Стругацких. Я не имею в виду странников, что они придумали. Нет, Стругацких пока нет, это самое. Рано ещё до Стругацких. Давайте обсудим, что написали Стругацких. Я же слышал об рывке разговоров, Женя считает, что был задум в этом целевой, разумный. Было или не было? Они специально создали такую ситуацию. Задум в чем? В супутнику? В том, что окажется, что странники будут охранять усы усов. Договорились во время охранять усы. Цивилизацию усов. Не могу сложить для себя окончательное суждение по поводу спутника. Просто как сюжетный поворот такой, вот такая, закрутить сюжет. Или всё-таки в этом есть какой-то особый, но сакральный смысл. Я для себя никак не могу понять. Ну, надо идти от простого. Является ли выживание годовалого ребёнка на корабле, который терпит кораблекрушение, случайным событием? Можно его запрограммировать? Нет. Нет, конечно. То есть, как это собьёт ракета, она могла попасть в борт с той стороны, где вообще лежал этот ребёнок, понимаете? И от него бы молекулы не осталось. Он выжил случайно. Значит, если случайно, мы подозреваем, берём как за гипотезу, там нет разумного что? Замысла. Да. За этим. А раз нет разумного замысла, значит, усы оказались, или кто бы то там ни был, оказались, мы будем называть условных усами, оказались в ситуации, которые они не программировали и вынуждены были импровизировать. Правильно? В этой ситуации. И что же они нам наимпровизировали? Что наимпровизировали, мы знаем. Ребёнок выжил, ему перестроили физиологию, ему перестроили нейрофизиологию мозги и сделали его приспособленным выживать в очень нелицеприятных условиях, начиная с температуры, заканчивая там отсутствием еды практически. Более того, они сконструировали техносферу, по сути, вокруг него, которая работает очень интересным образом. Он поплыл на плоту хрен знает куда, отплыл за пять с половиной километров, испугался и плот поплыл обратно, понимаете, да? То есть он говорит, тут же всё просто, что я пожелаю, то и выполняется, говорит он. Да, но с людьми только впервые столкнулся с желанием, которое он не может выполнить. Да. Для него это было открытие, я желаю, а они, зараза, что не выполняют. Для него это было как гром среди ясного неба. Впервые в жизни столкнулся с чем-то, что не выполняет его желание. За этим есть такой психоделический смысл, фрейдистский, мы это чуть позже обсудим. Но логика сюжета такова же. Вот. И главная его характеристика, это то, что ему плохо становилось во время контакта. То есть он действовал одновременно, как опять тема автомата странников или автомата усов, видите, становится пополненной. Стругацкие ходят вокруг этой темы. Эксперимент зеркала, помните, такой был? Еще одна тема. Когда, ну там намеки на него, что это были учения по чему? По отражению гипотетического нападения странников на Землю, которые были абсолютно провальные и так далее. А как выглядело для усов падение земного корабля с годовалым ребенком? Не провал ли собственных учений зеркала, если они у них такие были, и не вторжение ли странников согласно какому-то хитрому замыслу и так далее. Вот мы сидим, никого не трогаем. Падает НЛО, и в нем годовалый ребенок. Это же подкидыш. Это же подкидыш. Это та же, да. На катастрофу похоже? Там погибают гипот, собственно. Хитрые странники замаскировали. Понимаете? Это же вариант подкидыша. И тот же самый. Только мы у нас саркофаги обнаружили, ну не саркофаги, саркофаги обнаружили вот эти оплодотворенные яйцеклетки или яйцеклетки, которые начали отделиться, а там просто сразу годовалый тип. И что ты с ним будешь делать? Вот этих моральный выбор. Тогоряне что сделали? Уничтожили свой контейнер. Земляне что? Думали инициировать или нет, а они самоинициировались. Но пристрелили в конце концов ничем не повинного. А Балкин. Так вот для усов это была точно такая же зеркальная история. То есть они получили собственного Балкина в лице малыша. Согласны? Зеркальная ситуация. Но только они его не пристрелили. Что они сделали с Балкин? С малышом. С малышом, да. Со своим Балкин. Максимально его оберегали. Изменили они его. Они его изменили. Для чего? Для того, чтобы он выжил. Для того, чтобы выжил. А теперь внимание. Он выжил, им нужен был. Знаю, что такие же за ним прилетят. Их надо послать нафиг. Они его выжили, сделали выживая. Ну, помогли ему выжить просто альтруисты, потому что. Или то и то. Была ли целевая установка на выживание, скажем так? Не факт, что была цель выживания, они могли просто выжить его желание. Можливо, если бы он побожал померти, то он бы помер спокойно себе. Но, например, они точно делали выполнение желания, а не то, что приводит до выживания, потому что, например, он был очень горячим. Это означает, что в него была установлена не температура людей, а установлена температура высока. Очень верно, что он, замерзаючи, побожал себе, чтобы ему было очень тепло. Так и стало. То есть, выполнение желаний было, а выживание, возможно, было. Не факт. Ну вот. То есть, мы не можем сказать наверняка, правильно? Мы можем рассматривать только гипотезу закладки и гипотезу, что так вот просто они его хотели, чтобы он выжил. Альтруисты. А теперь получается вот что. Что явным образом в пользу гипотезы закладки говорит, что ему плохо становилось во время контакта. И Горбовский об этом сказал. Что он сделан так, чтобы ему становилось фигово в присутствии людей. Он хотел их вытолкнуть. Он говорил эти слова людям. То есть, малыш разрывается между двумя тенденциями. Одна какая? Общаться с людьми человеческая. Она ему крайне интересная. А вторая встроенная программа, которая говорит, не-не-не, фу-фу-фу, убирайтесь отсюда, мне плохо и так далее. А в пользу того, что не было закладки, они его просто вырастили, маугли. Что говорит? Опять же, усы же росли только когда контакт был. Когда малыш вступал в видимый контакт. То есть, Стругацкие нам показывают и темы закладки, и темы вырастания усов, что минимум два аргумента в пользу того, что они следили за контактом. И, так сказать, через него воздействовали. Помните, малыш там с ума сходил, кривился, начинал говорить. Все, я не знаю почему, но вы должны уйти. Или когда они играли со Стасем очень активно, а потом в какой-то момент он, я вспомнил, вы должны уйти. Было очень хорошо, тут раз как будто бы ему сигнал послали. Да, они поиграли в мячик замечательно. И тут ему говорят, все, теперь тебе плохо. А плохо, потому что они, они должны уйти. Он такой, ему транслировали, скажем. Кроме того, когда надели же этот обруч на мяч, наблюдательный, там же какие-то тысячи малышей, помните эти были, там и прочее, прочее. То есть, какие-то существа, какие-то неясные звуки. То есть, куда-то он там попал с намеком на нечто живое вокруг, кроме него, скажем. Какую-то там отдаленную вещь. И в этот момент Майя нажала на вспышку, оборвала контакт, как бы, да, всякое такое. То есть, тетя Майя исходила из какого предположения? Она думала, что он мучается, разрывается, ему будет лучше, если мы действительно улетим. И, в общем, если малыш, ему станет так плохо оттолкнуть его таким образом от этих людей, чтобы он больше не приходил. И тогда им придется улететь, и малышу будет хорошо. Это ее была теория, как я поняла. Честно говоря, всю книгу у нас даже был, мы когда обсуждали вопрос, какой вам подход ближе к малышу отношения Горбовского, Майи или Комова. Лично для меня вот Стась, от лица которого идет вообще все произведение, мне кажется, что у Стаси было самое человеческое отношение к малышу. Простое, без концепции, потому что Майя вроде бы как заботой о малыше, но, тем не менее, она не в нем рассуждала как-то теоретически, отстраненно от самого малыша. Ну, не знаю, как это по-другому сказать. Ну, стругацкие женские образы всегда были такие странные, как бы, да, у них плохо-плохо давались. Они истерички обычно. Или такие безропотные, как Кира, или истерички. И, короче, они бы там и в онлайн интервью признавались, оффлайн, что нам не очень бьют женские образы. То есть, что делает тетя Майя? Тетя Майя почему так поступает? Из своих соображений гуманность. О том, что такое гуманность. Она говорила, я пойду в школу и детей буду учить, чтобы они били по рукам тем, кто за высокие идеи. Кто-то там за высокие идеи. В общем, мы люди простые, ничто человеческое нам не чуждо. А все, кто за высокие идеи готов делать другого человека орудием, ее это максимально коробило. Ну, на мой взгляд, она что-то поступила чисто из идейных соображений, что человека нельзя использовать. Это что-то чисто идейная такая, как это, идейная мысль. Она тоже к реальности имеет весьма опосредованное отношение. То есть, тут с одной стороны мы не позволим идейно из людей что-то делать, а тут она сама поступает очень идейно. Как по мне, она про малыша не сильно думала, когда нажимала на эту кнопку, что с ним будет. Она же Комова не особо любила. Она была с ним в контрах. И, может быть, еще поэтом. То есть, Комов хотел, чтобы малыш был посредником контакта, а Майя вот не любила вот этого всего, этого его, да, вертикального прогресса. То, о чем Женя говорит. Возможно, в некотором смысле она поступила, ну как, против Комова пошла. А какова позиция Комова, что против нее пришлось идти? В чем она заключалась? Для Майи. Из малыша орудия, он об этом говорил прямо Горбовскому. Так, из малыша не надо делать орудия. Малыш уже был орудия. Но он уже был посредником. Посредником, да. Он уже был орудием. Он уникальный, он контактер же с Комомом был, правильно? Говорит, это уникальная, никогда больше не ситуация, о котором никогда, скорее всего, больше в истории человечества не повторится. То есть создание двух цивилизаций. И человек, и Маугли. Ну, и ус. Из усов, как бы, происходящий. А вот. А что беситься было Майя? Это замечательная позиция. Очень правильно. Его же не на запчастях там разбирали, этого малыша, правильно? И не в лабораторию клали, не опутывали проводами, там не подключали электроды. Ну, естественная позиция посредника, да. Я думаю, что Майя вважала недопустимым использование людей как инструментов в том плане, что этому малюку не давали можливости мать свой задум на життя своє. Что бы он не робил, хотел бы он этого, или не хотел бы, хотел бы он там полететь на землю, или хотел бы он играть все с листочками, все свое життя. Что бы он не хотел робить, все одно его не перестанут, не перестанут використовывать комов как инструмент контакту. Это не залежит от желания этого малюка. Но при этом она сама его использовала как вообще самый жесткий инструмент для разрыва контакта. То есть она его тоже поиспользовала вообще по самому жесткому, как это вообще возможно. Да, да, да. Да. Меньше зло. То есть она сказала, что по принципу поглощения большего зла меньше. Когда уже все дошло до крайностей, как считает Антон, я так понимаю, она уже использовала предельно жестко для разрыва контакта. Но вот интересная позиция ее. То есть чтобы не обидеть ребенка, 12-летняя, она считает, что две цивилизации не должны встречаться. Просто чтобы ребенок не поставил. Так, а в том стране ребенка было? Я так и не понял. Да, навіть не пострадал ребенок. Тут же не дело в стражданиях. Спалах, звичайно, можливо, зробил ему больше стражданий, ниж все життя проведенный инструмент. Можливо, вона навіть розуміла, что это может его вбить. Потому что, ну, там так описывался цей спалах, что я так и подумал, что она готова его вбить для того, чтобы он не был инструментом. Вот. Выходит, это крайний идеализм. Его не можно использовать. Вообще, ни под каком соусе, ни даже для таких вот великих... Даже ценой его жизни нельзя его использовать. Да, да, да. Даже для великих целей контакта двух цивилизаций нельзя использовать. А не идеализм какой-то, да? Мне мало понятно. Это, честно говоря, ситуация. Это хорошо бы Стругацкий спросить, что они имели в виду, какую позицию такого человечества они хотели представить. Я прикидываю, что там было в 60-х, 80-х годах. Ну, разве что, это парижская весна с ее лозунгами свободы, рабства, равенства и братства. Или весна 68-го года все эти психоделики и освобождение ментальное, хиппи и все остальные. Это позиция хиппи, на самом деле. Все, я нашел. Это хиппарская позиция. Было ж такая... Было ж че-дусыденство. Что говорили знайомые и друзья дисидентам? Ну, смотрите, мы все, мы все хорошо живем, у нас все нормально, мы, начи, не мремем с голодом. Навище вам та безглузда, свободы, что вы, в целом, придумали, на что вы хотите этим заниматься? Все же нормально. Просто не выгадывайте себе проблем. А там и дисиденты, они и жертвовали иногда свою свободу, иногда даже життям, для того, что не относится до их комфорта життя. То есть, радянская фантастика, ее, в принципе, можно назвать таким чимось схожим на теж десидентство. Так она и была сплошным десидентством. Ну, они же все были ганимы, и прочее, Стругацким с 70-х по 80-х не давали печататься, ну, короче, 10 лет и прочее. Сам из даты, гнали. Чего вы не просто не поставите памятник Марксу и Энгельсу на землю? Да, 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 Ефремову предлагали, он отказался. Причуть, ценой того, что не напечатают вообще. Ему предложили печать Туманность Андромеды, это же тогда очень сильно смотрелось, она революционно, там 57-й год, как бы на голову не одевается, но условие, что будет эпизод один, ему сказали, надо достаточно одного, где они проходят мимо памятника Энгельсу, там где-то по площади центральной, он отказался. И там были большие неприятности, другое дело, что у него был поклонник ЦК, член ЦК, который пробил это, все-таки распечатанно напечатал. Вот, и я для себя пытался понять эту позицию, кто она, просто пока я беседовал сам с собой, в то ограниченное время, которое у меня есть для таких занятий, я не соблюдал, что это хиппи. Думал, ну кто-то же должен был быть актуален, то есть писатели Стругацкие, про какое будущее бы они ни писали, они должны были выразить, что какой-то общественный тип, то есть через героев говорят голоса групп, то есть спектр позиций, который присущ вообще человечеству. Думал, кто же она такая? Она хиппи. Это хиппиарская позиция, она малопонятна, потому что хиппи мы своих пережили уже давно, это наши родители, а молодость их, но у нас есть кто? У нас есть хипстеры, почти хиппи, которые там тоже, как это, разбираются в 190 видах смузи, не любят насилия, хотят полнить свободу и нельзя использовать человека для экспериментов. Ну, в каком-то смысле... Всякие экоактивисты... Да, 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 вот типа можно в этом смысле. Вот. А Комов это позиция кого? Рациональность. Илона Маска, практика. Да, это позиция Илона Маска, практика, который говорит, что, ребята, слушайте, я тут, условно говоря, паре, что мы все на Марс полетели, стали полиглобальной цивилизацией, и вдруг, что? Мне выпадает такая возможность. Мы нашли ребенка, который наполовину марсианина, наполовину землянина. Но надо использовать. Тем более, что никаких бед там ему не причинялось. Малышу же даже нравилось то, что он делает. И Комов с ним очень активно общался. Задавал вопросы там, всякое такое. Так, а у меня в связи с этим вопрос сразу же возникает. Горбовский же тоже был против. Он, по сути, как и Майка, ну, у Майки свои были мотивы, а у Горбовского какие-то свои, но он не объяснил. У него нет. Почему? Он прямо говорит. Он говорит, что эта цивилизация в принципе не хочет контакта. Он же сказал, что малышу становится плохо, когда он контактирует. Посмотри, ему становится плохо. И он говорит, что проблема не в использовании малыша, а проблема для Горбовского в том, что эта цивилизация не хочет контакта. И просто смысла нет использовать, да? Да. Нет, нет, ну, смысла нет, да. Как бы заранее ясен ответ. Что их можно развернуть? А Горбовский говорит, нет, нельзя. И как козырь он сказал, смотрите, это даже не мы придумали, что их нельзя развернуть, а странники, которых вы уважаете, когда-то установили здесь этот спутник. Коумов добивался контакта. Он-то и был контактером, правильно? А Горбовский сказал, нет, все говорит в пользу того, раз, два, три аргумента. Сама ситуация, состояние малыша, спутник этот охранный, там и прочее. Он выстроил гипотезу, что странники попытались, не получилось контактировать, и они закрыли планету спутником с боевыми ракетами. Секундочку. Что мне кажется, очень странно. Все, что я знаю про странников, и боевые ракеты, это точно не про них. Тем более две. И получается, что он говорит, можно контактировать через малыша, но дело не в этом, они не воспримут контакт, они все для себя уже решили. Вот в чем их предмет спора был с Комом. Он был пессимист в отношении данной цивилизации, способности вступить в контакт. То есть он был версией фиаско у Горобовского, что они не хотят вступать в контакт, они вполне разумны, еще как разумны. Физиологию перестроили и сумели вырастить малыша, про которого они вообще ничего не знали, и физиология которого отличалась гораздо больше, чем у нас там от мухи либо, не знаю, от морской звезды. А даже неизвестно, была ли у них органическая, в принципе. Горбовский, да, сказал, что вот я пессимист. Точнее, он пессимист. А Комов говорил, нет, мы добьемся. Я смогу. У меня же есть наметки, оно уже пошло. Еще чуть-чуть, он говорит. Оба члены Всемирного Совета. Там был еще третий АТОС. Я вот думаю, что если бы эта цивилизация не хотела контакта, так они, может быть, и малыша не подпускали бы и не появлялись бы там на горизонте, когда он общался. То есть они же все-таки изучали как-то людей в какой-то определенный период времени. Получили информацию, все, ушли. Получили информацию, ушли. Ну, они могли следить и другими способами, не только возвышаясь над горизонтом, правильно? Да. По 600 метров, да, и по несколько десятков тысяч тонн вес конструкции. А во-вторых, опять же, снова возвращаемся к вопросу. Ставили ли они вопрос о возможном контакте, когда они его подобрали годовалым и перестраивали ему физиологию? Ну, не могли не ставить. Если прилетел один, то вполне вероятно, что прилетят и другие. Ну, тогда есть теория орудия, правильно, которую из него сделали. И он им был нужен как автомат, который будет объяснять, или полуавтомат, объяснять кому? Землянам, что вновь прилетевшим, что контакта не будет. Опять-таки, глядя на то, чем земляне занимаются, они должны были пойти на какие-то сигнальные действия, потому что земляне хотели туда привезти вообще третью сторону и обосновать там колонию, собственно, на их планете. Ну, про третью сторону они могли и не знать. Ну, возможно. Тут другое. Тут просто они верят, что чуваки-чуваки прилетели, вторглись, начали там активно переделывать планету. Перестраивать. Явно инопланетное. По сути, это же для них инопланетное вторжение. Ну, по сути. Представьте себе, мы только обнаружим, что какие-то осьминоги высадились во многих местах планеты. Вроде как на нас не нападают, но начали что-то строить. Какая наша реакция была? Если почитать Гаденова, то он там описывает модели контакта, мягкое, плавное или быстрое откровение и ссылается на работу каких-то ученых, западно-социологов, психологов, которые просчитывали возможную реакцию на контакт. Но оно в большинстве случаев паническое и негативное, скажем так. То есть у людей ксенофобия включится. По подсчетам более 40% впадут в ксенофобию, будут бояться и правительство не смогут на это не реагировать. Будет военная техника, кордоны, а там до первого инцидента, как вы понимаете. А эти выставляют малыша вперед и говорят, вот объясни, что нам неприятно. мы знаем, как люди поводятся, когда думают, что происходит вторгнение инопланетян. Это было в 20-х годах, 100 лет назад. Да, да. У творе Война святей, когда его радиопостановку сделали, и люди подумали, что правда вторгнение. И еще до того, в конце 18-го столетия, взагалі, была загальнопринятоя в науковых колах думка, что иншопланетян прям много всюди. даже когда открыли радио, уже на начале 20-го столеття, была запроведена премия тому, кто первым влаштует радиоконтакт с иншопланетной цивилизацией, но не можно с марсианами, потому что вважали, что это слишком легко, сразу все отримают премию. Ну, на усов почему-то не разозлилась тетя Майя, она разозлилась на людей. То есть усы сделали орудием своим малышам, но мы тут как бы... Ну, как по мне, это еще просто один аргумент, что цивилизация замкнута и контакта не хочет. то, что они малышу не показывали, собственно, никак себя не идентифицировали. Найбільш дейсно логичное пояснение, что они не хотели контакту ни с кем, включено и с малюком. Наверное, когда малюка начали выращивать, он стал уже расти, так бы молотом, представником третьей цивилизации, то с ним тоже контакту не нужно, все, не можно ему показываться. Ну, и с другой стороны, он же ментально как-то интегрирован в их сообществе, или какой у них там вид разума, непонятно, потому что они его мысли спокойно читали и понимали. То есть насколько он их воспринимал при этом как... Ну, вот смотрите, когда ему было плохо, они ему... Как вы думаете, эти существа понимали, что ему плохо? Да. А наблюдали, как-то выдвигали эти усы? А когда ему было хорошо с людьми, они это фиксировали для себя? Да. То есть они же... Если они понимали, что ему плохо, они понимали комплекс чувств, где ему хорошо. Правильно? Это же зеркальная ситуация. И... Как вы думаете, какие умозаключения в нашем понимании они могли делать в этой сфере? Малыш поймет, что он... Ну, как сказать... Что он сильно отличается, он поймет, что он здесь чужой. Ну, не знаю. То есть, грубо говоря, мне кажется, что они о себе не рассказывали, просто потому что посчитали, что это тоже может сделать ему плохо. Конец фильма, грубо говоря. Малыш по-прежнему остался на планете и активно общается через капсулу со спутником. Эти существа понимают, что он общается с людьми? Да. Это сильных беспокоит? Нет. Усы появляются всегда, как и появлялись. Я думаю, они на это разраховывают. Представим себе, что они договариваются с людьми, он о чем-то таком, что усы опять становятся предметом жгучего интереса людей. Малыш работает, как это, инкорпорировался в земное сообщество, действует, как земляни, на стороне людей. И усы получают то самое беспокойство, которого они хотели избежать. Как-то непродуманно получается. Я думаю, что как только Малюк собирается сказать что-то, что приведет до такого интереса людей, до усов и так далее, он просто загинет. Ему будет дуже погано. Тобто они усилят просто это качество, да, эти негативные эмоции это состояние, когда он, например, самоубийство совершит. Ну, это говорит нам Антон, который еще час назад считал, что никакого разумного замысла не было в спасении малыша и превращении его в портал. Я говорил. Ну, ты же говорил. А ты разумный замысел был. Замысел был. А, значит, не ты. Женя, по-моему, или Юра. Я сейчас уже не вспомню, но кто-то час назад сказал. Хорошо. Я говорила, по-моему. Да. Мы разобрались более-менее внутри сюжета, прокачали его. Давайте с авторским замыслом разберемся. Это то, что сначала было, а я потом его пресек. Не пресек, а отодвинул на вот это. А зачем Стругацким вообще понадобилась эта малопонятная и очень короткая повесть? Смотрите, а у меня еще такой не столько идея о замысле, сколько, возможно, вопрос, который Стругацкие могли бы поставить в малыше, это является ли разум универсальным для любых цивилизаций, гуманоидных, негуманоидных. То есть малыз же как-то научился понимать людей и как-то научился мыслить, будучи воспитанным негуманоидной цивилизацией. То есть если бы он не был разумным, ну, например, вот как Маули, как Маули, воспитанный животными, он же не может понимать людей после какого-то, он же не может стать человеком после какого-то возраста, а этот космический Маули, он смог. То есть соответственно, вот эта цивилизация, она была разумная, но этот разум был какой-то, ну, какого-то другого качества, но тем не менее что-то общее между человеческим разумом и нечеловеческим, что-то общее было, если они все-таки смогли. Ну, так что два разума могут понять друг друга? Стругацких это мелькает миллион раз. Тот же Бенни Дуров, который находится у Тагарян, как прогрессор, помните? Там упоминается такой персонаж, не знаю, помните, Бенни Дуров? Нет, не помню. А, не, он, по-моему, в попытке к бегству упоминается, да, этот самый, мы с вами не читали, насколько я помню, то ли в парне из преисподней, ну, в какой-то из такой-то уже повестей, боковых, не центральных. И он у Тагарян, это единственный землянин, который находится среди Тагарян, который там полулечив, хотя гуманоидные, но насекомые или там полуктота, и работает там фактически прогрессор в негуманоидной цивилизации. Ну, земляни же там, комов перечисляют, мы знакомы, там, мы открыли 26 цивилизаций, часть из них не гуманоидных, 6 гуманоидных, остальные не гуманоидные, или там 20 гуманоидных, я не помню, и 6 не гуманоидных, разумные слизи гороты и там и прочее, прочее. Разумы умеют взаимодействовать. Как бы Леонидиане, которые со своей цивилизацией биологического развития, Тагаряне, тут, что разумы могут понимать друг друга, для этого писать отдельную повесть нет никакого смысла, тем более с космическим Маугли. В чем сущность Маугли? В чем фишка? Зачем Киплинг писал Маугли? Давайте к первоисточнику. Вы помните Маугли вообще, как таковое читали Киплинга? Весь. Там же несколько рассказывал Маугли. Там момент, когда он подростком возвращается к людям, потом считает, что они бандерлоги возвращаются обратно, переживают еще какой-то момент, а потом уходит уже взрослым юношам, 20-летним, 18-летним уходит опять к людям и Белый Каа, и престарелый Абагир, и очень старый Балу, и Волк-отец. Все говорят, что ты все-таки человек, топает людям. Несмотря на то, что ты был воспитан волками, вырос среди животных, пережил массу интересных приключений. То есть со второго раза он возвращается к людям. Первый раз его волки хотят вытолкнуть, ну не волки, а животные хотят вытолкнуть, Шархан за ним охотится, его отбивают на скале Совета, оставляются где свои, потом он пацаном туда уходит. У него эксперимент такой пожить в деревне, потом возвращается снова в джунгли, и когда собаки, да, выгнали, да, когда рыжие собаки пришли, надо было спасать всех, он возвращается, и потом уже большим взрослым уходит туда совсем. Навсегда все-таки к людям возвращается, будучи человеком. О чем нам это говорит? Задумка Киплинга какая? Человек остается человеком. Для этого надо было писать ленющую повесть про то, как мальчик попадает к волкам? Может быть о том, что именно делает человека человеком? А что именно делает Маугли человек среди волков? Если бы я читал, я бы сказал. А, хорошо, что малыша оставило человек? Если говорить на уровне таких высоких идей, то Маугли что тут, что там это идея максимально не схожей людины на людей. Не знаю, как у Киплинга, но тут Малюка сделал человеком то, что люди начали считать его человеком. не только люди считали, считал автомат, который пропускал в корабль, помните? Мембрана реагировала как на человека, роботы реагировали как на человека. За роботами не было решения не перестать с ним спілкуваться, а люди вы решили все-таки не перестанем. Робот скорее всего анализировал биологическую структуру, ДНК, крови, крови, сердца, нервы. он по этим признакам определял это человек или не человек. Но Маугли тоже, допустим, обычный Маугли, он же тоже биологический человек, а вот не биологический по каким признакам? Ну, тут вопрос возникает. Кто читал Маугли вообще? Кто понимает? Кто в материале? Я читала Гринько. Никто не читал. Я понял. Тогда к этой теме нельзя апеллировать. Давайте вернемся к чисто этому самому. А теперь давайте фон возьмем. Как сконструирован сюжет? Что там люди вообще оказались? Люди хотят переселить других людей на пустую, как им кажется, планету. То есть помните Балкина с операцией на планете Надежда? Люди поступают точно так же, как странники. Они берут ни в чем не поминных дикарей, которые не должны понять, будут. усыплены и переселяют на планету, которая один в один похожа на их планету. Там добавят флоры, фауны, чтобы они могли жить, выживать, питаться и все такое. Просто заменили планету. Причем так написано неоднократно подчеркивается, дважды, что они должны были понять, что происходит. Представьте себе такой намек, что мы вдруг узнаем человечество, что мы вообще не с этой планеты, не с Земля. Нас точно так же переселили. Теперь мы об этом узнаем когда-то с близкой и с похожей планеты. Между прочим, такие легенды есть практически у каждого второго народа в прошлом. И все указываются звезде Ориона, не сговаривая, что самое интересное, что очень интересно. Но суть не в этом. Зачем им понадобилось переселение? Почему просто земляне случайно не высадились, как научно-исследовательская экспедиция и столкнулись с Макшумом? Почему обязательно нужно был проект переселения? А может это выпадков? Ну конечно, в повести никогда не поверил. Ну с спутниками как же была? Нет, со спутниками понятно. Тут вопрос ставится об авторском замысле, мы не внутри сюжета. Зачем Стругацкие придумали спутник и придумали проект Ковчег? Зачем? Ну спутите. Я думаю, что история спасения меньшей цивилизации была как раз для того, чтобы показать, что разумные цивилизации рятуют инши разумные цивилизации. Ну вот, да. Люди сталкиваются с малышом, спасенным инопланетянами в момент, когда они спасают инопланетян. Логично. Так же это все устроено. Они усы спасли одного мальчика, а люди спасают сотни тысяч или миллионы дикарей на первой бытной общинной стадии. То есть ситуация абсолютно асимметрична. Но что-то отличает людей от усов. Хоть одесс делают одни и то же. По сути они одно и то же. Спасают других разумных. А что же отличает? Уважение контакта. Желание контакта и... Но этих так разнокожих они без контакта хотели переселить? Просто усыпить и тем даже не поняли, что их кто-то переселил? Усы спасают мальчика на своей планете, а люди там нашли какую-то планету из этой планеты хотят на какую-то другую планету переселить. Люди наглые, борзые в хорошем смысле слова. Они монкируют планеты, меняют их как перчатки и вообще широкими мазками рисуют картину мира. Ну в таком плане возможно ничем не відриснялись люди від цих вусів, потому что люди не контактували с цивилизацией, потому что цивилизация была недостатно развинена. Может вуса думают ой ждем еще станут людинами в двадцатом колене, тоді поговорим. Вот это похоже. А как ведет себя малыш, впервые увидев людей? Ну интересуются, лезет, залазит в корабль. Залазит в корабль. Да. То есть чрезвычайное любопытство. Вот ведущая штука. Что делает человеком, так это любопытство. А вот усы не любопытны, правильно? Да. Усы гуманны, ну как нам кажется, усы разумны точно. Они спасли ребенка, но они не любопытны. А люди приволоклись на чужую планету и давай там все исследовать, начинают малыша заканчивая водорослями, айсбергом и всем остальным и самими усами. И спасали чужую еще каких-то этих краснокожих на чужую планету и везде лезли в силу чего. То есть получается усы как эти собаки, которые любознательны, но не любопытны. Но не любопытны, заметили, да? Это же второй раз этот сюжет, я только хотел сказать, но вы сами вспомнили. Голованые говорит голованые собаки, это такие разумные расы киноидов, то есть похожие на собак, которые встречаются в других повестях стругацких, которые мы обсуждали, когда ты не участвовал. Там Голован говорит эту фразу запомни передай людям, один из киноидов говорит, что мы любознательны, но не любопытны. То есть мы знания любим, но не любим что? Пытать ради знаний. Пытать ради знаний и везде лезть ради знаний, разбираться. И только малыш, ну как вам сказать деликатно, он видел корабль, он мог подумать, что это новая игрушка, правильно? Но он же видел корабль своих родителей. И потом, когда ему повесили этот фонарь, он ходил к кораблю. Помните к развалинам там был такой безус? И он видит таких же людей, как он, а других людей он никогда не видел. Ну или похожих существ. И он сразу лезет выяснять, кто это. Маугли Киплинга к волкам пришел сам. Шархан нападает на семью сидевшего костра, попадает лапами в костер. Так начинается повесть. Папа с мамой убегают, Дарвасек и его жена. А Малой остается один в джунглях. Шархан убежал, потому что лапой обжег ему не до этого было. Родители в темноте не нашли Малого. И Малой сам пошел и приходит к семье волков, которые там в пещере жил. Шархан потом последовало пошел. Любопытство. И его все время говорят «Любопытный лягушонок Маугли». Любопытный. Это везде. Она проходит через всю повесть про Маугли. Главное слово там «любопытство». Люди любопытные. Что они делали? Что такое группа свободного поиска? Это воплощение человеческого любопытства. В этом смысле Малыш похож на людей? У него это экзальтированное чувство. Он не дает людям спать своими вопросами. значит отношение Комова отношение Горбовского и отношение Майи и этого Стася это можно посмотреть на них как отношение к чему? Контактам другой цивилизации или к такому же свойству людей как любопытство? Как нам поступать? пределы любопытства? Например этические пределы любопытства? Можно поставить так вопрос? Можно. Этические пределы любопытства. Стругацкие могли ради этого стоило писать повесть как вы думаете? Где пределы любопытства? Потому что это та же самая тема за любопытством идет вмешательство. Они грандиозную прогрессорскую операцию осуществляют переселяют одну расу разумную с одной планеты на другую. Не спросясь. Наша бесконечная тема прогрессорства это же тема активного любопытства активных мероприятий в связи с любопытством. Мы влезли, обнаружили что-то и давай это все равнять и исправлять. Говорит, это свойство человека. Мы с вами, кстати, на прошлых занятиях по прошлым книгам установили это достаточно точно, что прогрессорство было неизбежным, потому что исходит из глубинного содержания вообще понятия человека. Любопытство неизбежно и прогрессорство неизбежно. Но в отношении и любопытства и прогрессорства Стругацкие нам показывают разные этические позиции. Майя считает, что где предел любопытства судя по здесь, вот в этой истории, с ее точки зрения, где предел любопытства? Малый сказал, что ему плохо, все, надо остановиться и уйти. Да. Комова, где предел любопытства? Нету предела у Комова. Ну как, есть предел контакт. Если вы понимаете, что контакт невозможно. Предел Комова это вертикальный предел вертикального прогресса. А где предел Горбовского? Наверное, там, где заканчивается доброта, если можно так сказать. Потому что он руководствовался добротой в своих поступках. Ну, простыми словами, если люди не хотят или усы не хотят, чтобы мы к ним лезли, то и не надо лезть. Правильно? Да. Давайте будем деликат. Чужая воля, если не хочет, значит, не будем навязывать. Комов, какое любопытство с собой олицетворяет. Агрессивное. Научное, то, что называется. Научное любопытство активное, то есть он как ученый действует. Мы не имеем права пропустить такую возможность, он говорит. Это уникальный эксперимент, сложившийся с собой, мы обязаны использовать его в своих целях. Обязан, он говорит. А Стась, который в результате остался главным контактером с малышом, заметьте, тут же еще роль Стаса, почему в конце концов он остался контактировать с малышом? Это профессиональный контактер с малышом. Не преследовал никаких специфических целей, он контактировал просто как человек с человеком и все. Согласна. Почему его оставили на спутнике? Ну, я, Квинджа за роботом и следкую, да? Не, малыш хотел с ним общаться. Малыш с ним хотел общаться, конечно. А почему именно со Стасьем? Потому что Стаси ничего не хотел, не преследовал никаких целей других, как преследовали комов, либо это... Ему был интересен малыш сам по себе, как малыш, а не как что-то другое. Не как цель для контакта, не как уникальные случаи, а просто как малыш. Да, с самого начала я бы сомневался, что у человека, потом он его называл по имени и вообще классный парень, мы с ним горы свернем, то есть он к нему уже как, не знаю, к родному человеку относился. Стась был един из героев, кто по ходу дела поменял думку. На которую? С какой на какую? С чего начинается Стась? Начинается страх, правильно? Жуткого. Да. А заканчивает? Что ему греет сердце, когда малыш говорит «мы люди». Да, главный ответственный за малыша. А теперь главный контактер от земли. А теперь не комов, заметьте, не кто-то из учеников комова, профессиональных контактеров. Стась, который роботом занимается. Это все равно, что у нас слезарь по сути сейчас, сантехника. В какой момент он меняется, этот герой? Закон жанра художественного, герой должен войти одним, потом что-то произойти и он выходит другой. Из сцены либо из армана. Когда они играют вместе с малышом. Давайте найдем эту сцену. Вот я в поиск ввел понятие игра, ну, чтобы найти. Знаете, сколько раз она встречается? Это малыш постоянно повторяет играть, 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 играть. 33 раза. А хорошо бы сейчас поиграть, Стась. Верно? Верно, говорю я, это неплохо. Сверчок на печи, говорит он, и некоторое время молчит. Я жду. Ладно, бодро говорит малыш, давай тогда опять побеседуем. Конечно, говорю я, давай. вы заметили, вы заметили, что ему, этому Стасю, Совет Земной Федерации или там чего там, Совет Земли дает ему разрешение, запрос делать любого специалиста в любое время. Землю. По любому вопросу, от размножения мотыльков до там теории черных дыр и так далее, а зачем ему дали такие полномочия? Отвечать на вопросы малыша. А зачем отвечать на вопросы малыша? Да еще на уровне лучших земных специалистов. Знать, какие вопросы он будет задавать. А это значит что? Вы знаете, какой информацией о Земле обладают усы. Какую информацию? Они теоретически могут собирать. Нет, не обладают, а они дают любую информацию. Мы же понимаем, что человек, который обладает полномочиями обращаться к любому специалисту Земли, причем крупнейшему, у которых времени мало я необычно занят. Днем и ночью. ты реально можешь позвонить академику и разбудить его ночью. Но это сильная полномочия. Это значит, что программа осуществляется в рамках всей Земли. Правильно? Совета Земли. Ну, давайте представим себе, которые могут дать такое разрешение, обязать людей отвечать. А какие цели в этом увидел Совет Земли? Такие, чтобы прямо дать такие сверхполномочия? Я все-таки считаю, что это потенциальный контакт с усами. Потому что, ну, просто ради удовлетворения любопытства малыша. То есть, малыш это портал? Конечно, это портал. Через малыша перейдут информацию. А вот какие вопросы задают малыши собственного любопытства и или? И или. Потому что его там инспирируют усы. Это уже как бы вопрос, который открыт. Но они понимают, что можем передавать всю. То есть, победили сторонние, да. Это, получается, тоже такое отражение. Там же было, по-моему, то ли с Тагарианами, то ли с Леонидианами, что они как бы давали людям информацию, но сами... Да, 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 сами не этот самый. Леонидиане. Леонидиане отвечали на все вопросы людей, все вообще, но никогда не задавали им вопросы сами. И они все показывали, то есть, это их был принцип. Все демонстрировали, но люди летали на этих животных и так далее, но никогда не задавали вопросы сами. То есть, Стругацкие явно помещают людей в такую ситуацию, в которой что? Ну, в зеркальной. то есть, почему надо было написать эту повесть с моей точки зрения? Потому что у них все повести про то, как люди куда-то лезут. Эта повесть показывает, что такой эксперимент наоборот, показывает, как люди, а вернее, инопланетяне так или иначе соотносятся, либо сопротивляются. а здесь наоборот, люди в качестве инопланетян чужие. Ну вот смотрите, для меня, для меня здесь важно то, что вообще было принято решение на контакт. Отдельно ли с малышом, с усами, или и с малышом, и с усами, ведь Горбовский был сторонником чего? Прерывание контакта как такового. А через какое-то время мы видим, что не просто контакт, а контакт, инспирированный всемирным советом, да еще со сверхполномочиями. То есть, чья-то точка зрения победила, что контакт надо поддерживать, чья? Ткомовы, на мой взгляд. Ткомовы? Ткомовы таких, как комов, правильно? Кроме того, они все-таки отмечают, что когда малыш выходит на контакт через этого робота, усы тоже появляются, то есть, они все равно продолжают следить. То есть, они не потеряли интерес к общению. Да, он пишет, целый лес усов там внизу, видимо, вот я со спутника его вижу, эти усы, они настолько большие, что их видно даже со спутника, пишет Стасе. Да. А почему Стасе оставили? Он же самый, в этой всей повести он был самый, ну, неадекватный всю дорогу. Вот кому меньше всего можно было поручить контакт, так это ему. Потому что малышу не доверял? Потому что он был готов играть с малышом. он играл с малышом. И малыш сказал, вот этот. А остальные были сильно умные, либо сильно осторожные, либо сильно психичные, как Майя. А этот честно играл в мяч. он с ним играл. Давай поиграем. А вот это выражение «сверчок на печке», которое повторяет малыш все время. С ним искренне играл. Да. А почему «сверчок на печке»? Что это за метафора? Что это за метафора такая? Это не из Барутина? Нет. Там был сверчок за печкой. Сверчок на печи. Ну, лично я подумала, что это так же, как щелкунчик из каких-то сказок. Ну, есть «Жук в муравейнике», а есть «Сверчок за очагом». Правильно? А это повесть Чарльза Диккенса, написанная в 45-м году и входит в состав рождественских повестей Диккенса. И знаете, какой там сюжет? Семья живет счастливо в своем доме, который охраняет сверчок дух семейного очага. Джон привозит в дом загадочного незнакомства и события начинают развиваться со стремительной быстротой. Подруга жен мамы должна выйти замуж за грубое черство владельца игрушечных фабрик Теклтона. На него работает там старый мастер игрушек и его слепая дочь Берта. У Колеба был и сын Эдвард, но он, судя по всему, погиб в Южной Америке. Колеб обманывал дочь, рассказывая про только красивых дом слепой дочке и хороша жизнь, но в результате разбивает ей сердце. Джон подозревает, что крошка влюбилась в таинственное незнакомство, а обстановка наклоняется и накаляется. Наконец выясняется, что странник это Эдвард Пламер. Он женится на Мэйфилдинг, опережая Теклтона, которого святки преобразили. Теперь он веселый и дружелюбный. Все мирятся, танцуют, Сверчок играет на своей скрипке. Финал остается открытым. Непонятно было ли это на самом деле или только привиделось автору. Две пьесы, между прочим, существуют, которые успешны. «Сверчок на печи» это русская пьеса с Марией Успенской в главной роли. Не, кинолента, да, не мая, снятая Борисом Сушкевичем Александром Буральским. То есть, это апелляция к реальному произведению Диккенса, чтобы вы понимали. То есть, странник, который приходит, это как сын погибший в Южной Америке. И он опережает некого злого владельца игрушечной фабрики, успевая на ней жениться, оказывается хорошим человеком, спасти. Ну и сам этот плохой человек становится хорошим, в результате. Потому что Рождество, Таинство Рождества и всякое такое. Какие параллели? Мы видим какие-нибудь параллели? Зачем Стругацким понадобилось упоминать Диккенса? Сказка о семейном счастье вообще-то. Ну, Комов тогда у нас выходит завидуя игрушками. Комов или Стась? Комов. То есть, смотрите, театральная критика говорит, что это пьеса про дух дома. Вот как дети в это верят. Главные и духи дома являются хранителями домашнего очага. Дух зеркала заботливо оберегает красоту хозяйки, дух огня готовит горячий чай, дух порядка ворчит, если одежду небрежно кинули на вешалку. А есть еще дух часов, дух света, дух игрушек. Но если нет духа любви, дом становится холодным и пустым. И тогда происходит настоящая катастрофа, люди теряют свою душу, как будто превращаясь в ненужные вещи. И только маленький огонек добра и благодарности может сотворить чудо и вновь согреть дом любовь. Вот это рецензия, критика. Любящее сердце стоит больше, чем вся мудрость на свете. Смотрите. Сверчок на печи для нас, чтобы нам было понятно, людьми нашей культуры, это то новогоднее настроение, которое мы все испытываем под Новый год, когда снег, елочка и тишина в доме рождественской. На западе это акцент на Рождество, у нас акцент больше на Новом году, но тем не менее. Это про вот эту атмосферу. Она у Диккенса пропадает в доме, а потом сверчок возвращает. И люди благодаря своим выборам и поступкам. Семейная история. История про семейное волшебство рождественское, которое нужно людям. Вот этот айсберг, который там торчит посреди горизонта, очень высокий и огромный айсберг, огромная ледяная скала, что символизирует? Зачем он понадобилось вставлять в стругацкий пейзаж? Как Вы считаете? Немножко наивный символ, но взрослый такой, тупо очевидный. Вообще, почему планета холодная? Почему все это не сделать на горячей планете? Представьте, антураж пустыни. Там была и пустеля, моря какие-то были, только не там, где. Ну вот в том месте, где все холодно и холодно-зимнее. А почему не сделать это в чужих? В чужих? Да, в Рездво. То есть, они наследовали здесь Диккенса. кто с Верчком оказался? Малыш. Малыш. Что он помог понять этим людям? Землянам, нам всем. Почему он со Стасем сошелся? Стас искренне был. Он сошелся с тем, кто готов играть. Как дети. Дети играть хотят. Готов играть, потому что ему действительно искренне было с ним интересно. Да, ему было интересно. То есть, мы имеем кого? Взрослых, правильно? Мы имеем там неадекватную сестру. И мы имеем там младшего брата, который решил поиграть со Сверчком. Чему малыш научил все это экспансивное человечество с его теорией вертикального прогресса, контакта? Там же, помните, такой монолог Комова, что мы запутались? Смотрите, мы говорим о контакте, у нас 26 цивилизаций, из которых мы там типа контактируем реально там с четырьмя, с шестью. А что, особенно с двумя или тремя, там Гиганда и Арканар мы контактируем в виде прогрессоров, они не знают. С Тагарянами у нас представительство, Леонидиане нас просто принимают дружно, но нами не интересуются. Разумные с Лизни Горота решили, что мы галлюцинации. Там еще остальные неразумные цивилизации, ну как бы, кто их знает? Где-то, когда-то были какие-то странники, есть вот теперь усы. Комов говорит, у нас вообще не очень с контактом, правильно получается? Цивилизации знаем много, а сконтактировать смогли не очень. Где-то контакт, где-то полуконтакт, где-то вообще, где прогрессорские операции, а вот эти вот краснокожие, опять же, очередная прогрессорская операция. Переселяем ни в чем неповинных людей. Спасаемых, как бы нам. Он говорит, мы в тупике, давно пора закрыть эту группу свободного поиска. Помните такую фразу? Там есть. Она предоставляет больше проблем. И вот этот корабль, он говорит, родители этого малыша, они же тоже что? Из той старой эпохи, которые велили в те старые... Это группа свободного поиска. Свободного поиска, да. Чему их научил малыш? Нас всех. Этих контактеров великих. Я бы сказал, что Стась и малыш это единственные, кто контактует не знали, что делать. Потому что и Комов, и Вербовский, и даже Майя все они знали, что делать. Стась не знал. И то, что они делают, это не совсем игра. Это не совсем давай поиграем в том значении, в каком стандартном понимании игры это набор правил и цель. У них не было цели. Это игра, как действительно, как работают дети. Дослідницкая. А мы попробуем, что будет так, а мы попробуем, что будет так. Такая игра в досліджение. Это инша взаимодействие, в принципе, это не шаг. И единственное, кто так делали, это были Стаси с Малишом. И, очевидно, Малиш их и научил, потому что не нужно заранее знать. Смотрите, то есть у нас есть куча взрослых с очень заостренным отношением к теме. Каждый по-своему. И они там исходят из каких-то парадигм великих таких. А что, чем реально заканчивается? Вот правильно Ярослав написал, он с английским языком сыграл. То есть play, а не game. Game – это игра по правилам, определенная. А там, когда они носились среди этих роботов, в мяч играли, помните? Стругацкие пишут, что малыш постоянно менял правила. Менял на ходу. И единственный, кому это нравилось, заметьте, это был Стаси. Потому что Майя бесилась, роботы не понимали. А он такой, о, искрометную люлю, ему как раз в этом и нравилось. То есть они как дети в песочнице, грубо говоря. Такой вот. Просто вот а давай сходим вот это знаменитое, вот это вот. Вы же все были маленькие. А давай за дом сходим. Или там на стройку, или на стадик, или в заброшенный дом. Ну вот такой. Или пошли в лес куда-то там. Короче, вот когда дети собираются там идти за дом, маленький особо, гулять перед домом, и тут из-под контроля родителей выйти и пойти. Вот это вот атмосфера. Помните, что только два человека ходили за малышом в эти замерзшие болота с удовольствием? Это был Комов. Но его исследовательский интерес вел. И Стась. Стасю было реально интересно, как он там себя ведет просто технически. Как это? Помните, главный вопрос, который его мучил. Как эти волосы не запутываются в кустах? А параллель малыш интересовался банки-бакенбардами. Природа бакенбардов его больше всего этот самый. А Стась интересовала, как у малыша волосы. Они же симметричны друг другу. Простенький Стась и вот такой малыш. И Комов контактер. Жесткий чувак. Быстросчитающий. Далеко, который косвенно-бризнаком просчитал, что идет контакт. Переложенные ветки, камни. Помните, в общем, Шерлок такой догадался. Он такой, если бы я подбирал актера, я бы Кимбербэтчу взял бы на роль ищет ключ к цивилизации. Он ищет ключ к космосу. Он ищет ключ к этим 26 цивилизациям, встрече разумов и всякое такое. Ну и как это, что делать с человечеством как таковым. Почему возникла у него теория вертикального прогресса? Потому что он говорит, результаты человечества, деятельности в космосе, что? Неудовлетворительны. С точки зрения Комова мы как кривенько в космос вошли и плохо встречали. Как это? Плохо с ним взаимодействовали. Вертикальный прогресс. Да, да, да. Значит, это было нечто вроде лекции. Читал Комов и запись начиналась с полуслова. Комов говорил неторопливо, просто очень доступно, применяясь, видимо, к уровню аудитории. Он приводил очень много примеров. Острел. Получалось у него примерно следующее. Земной человек выполнил все поставленные им перед собой задачи и становится человеком галактическим. Сто тысяч лет человечество пробиралось по узкой пещере, через завалы, через заросли, гибло под обвалами, попадало в тупики. Но впереди всегда была синева, свет, цель. И вот мы вышли из ущелья под синее небо и разлились по равнине. Да, равнина велика. Есть куда разлиться. Но теперь мы видим, что это равнина, а над нею небо. Новое измерение. Да, на равнине хорошо и можно в воле заниматься реализацией по абстракции. И казалось бы, никакая сила не гонит нас вверх к небу в новое измерение. Но галактический человек не есть просто земной человек, живущий в галактических просторах по законам Земли. То есть это не масштабирование, это иное качество с иными законами существования, с иными целями существования. А ведь мы не знаем ни этих законов, ни этих целей. Так что по сути речь идет о формулировке идеала галактического человека. Идеал земного человека строился в течение тысячелетий на опыте предков, на опыте самых различных форм живого нашей планеты. Идеал человека галактического по-видимому следует строить на опыте галактических форм жизни, на опыте историй разных разумов галактики. Пока мы даже не знаем, как подойти к этой задаче, ведь нам предстоит ее решать. Причем решать так, чтобы свести к минимуму числом возможных жертв и ошибок. Человечество никогда не ставит перед собой задач, которые не готовы решить. Это глубоко верно, но ведь это и мучительно тоже. И вот Стась говорит, честно говоря, для меня это не очень дошло. Причем здесь галактический идеал. Запоминаем это словосочетание, но ключевое здесь. По-моему, люди в космосе совсем не становятся какими-то галактическими. Он говорит, наоборот, люди несут в космос землю, земной комфорт, земные нормы, земную мораль. Если уже на то пошло, говорит Стась, то для меня и для всех моих знакомых идеалом будущего является наша маленькая планета, распространившаяся до крайних пределов галактики. А потом, может быть, и за эти пределы. Тут они вандерхуза заметили и говорят, простите, а что вы думаете по поводу вертикального прогресса? Он говорит, неизвестно, кто первый придумал воду, открыл воду, но наверняка это были не рыбы. Майка сказала, о, это не я, сказал вандерхуза. Это очень старый афоризм, мне он давно нравился, но только не было случая его привести. Как вы думаете, что такое означает, неизвестно, кто первым открыл воду, но наверняка это были сделаны не рыбы? Почему он сказал эту фразу в ответ на теорию вертикального прогресса? Да. Просто нужно поделиться на себя з сторони. Рыбы не могли поделиться, не могли побачить воду, потому что они не зі сторони смотрелись, поэтому нужно поделиться зі сторони, людям, для того, чтобы поделиться зі сторони на розум людей, нужно смотреться очима других цивилизаций. Вот. И какой же выход? То есть, смотрите, звучит громкая фраза. Какая? Галактический идеал. Мощно, да? Внушительно. Для Комола, хотя он говорит просто, что в этом есть пафос определенный. Какой? Там мысль такая, что мы уже как человеческий идеал достигли обычного земного человека, теперь нам нужно галактический идеал достигнуть. Сначала его надо сформулировать. Мы, говорит, вышли в космос, чтобы стать людьми галактическими, и для нас нужна новая цель, новый идеал. И мы ищем ключ, ключ к космосу, ключ к галактическому человеку, правильно? Этот идеал должен стать ключом. А Стась говорит, да по-моему, мы все просто вот несём землю, домашний уют, домашние привычки. И эта мысль специально обрывается, потому что там майка что-то как-то его отвлекает и так далее, и так далее. А что же символизирует малыш? И даёт ли он некий ключ к решению проблемы? Ну, похоже на то, что даёт. Какой? Ну, игра. Игра. Игра – это ключ к достижению галактического идеала. А как назывались люди, которых мечтал комов и которые стали вертикальным прогрессом? Людены. Играющие. Хомо-люденс – человек играющий. А кто такие странники? Какой мотив у странников? Люблять вишать супутники с ракетами. И подбрасывать саркофаги. Правильно? А подводка до того, что они так развожаются? Конечно. Они так развлекаются. Ну, это развлечение, понятно, такие специфические, как бы, как у института чудаков. То есть, они психоменталов изучают, там, ещё у кого-то и так далее. Но всё равно они тут же дело не в этом. Ничто они делают. Деятельность их может быть и серьёзной, и приводить серьёзно последствиями. Важно отношение, способ относиться. Они к этому относятся, как к большой галактической игре. Такое очень прикольно. Потім вони збираются на световую нараду этих мандривных ким. Стариков? А я придумал, значит, саркофаг подбросить. Офигенно! 12 штук забабахал. Да? Смотрите, какая тема, говорит, классная. А вы? А мы, так говоря, нам подбросили, а они взяли и всё обломали. И так далее. Смотрите, тема игры у стругацких это ого-го. С чего начинается трудно быть Богом? Школьники сбегают из интерната и играются в Арканар. Правильно? На земле они играют роль кого-то там. Благородный Донов. Хома Люда. Очень много игры. А концепция пикника на обочине, давайте припомним её. который излагал, что просто инопланетная цивилизация остановилась, пикник и улетела. А мы разбираем вот это всё и паримся и страшно придумаем что-то там вот такое. Нарушение принципа причинности, живые мертвецы. В общем, все эти ужасы для людей, спецслужбы, контрабандисты и так далее, это мы уже поиграли на обочине в мяч и улетели. Кто смертельно... Самая смертельно серьёзная цивилизация у... нудно серьёзная у стругацких это кто? Люди. Голованы. А, голованы. Голованы. Потому что условием игры по-стругацким есть что? Как я понимаю для себя. Хочу с вами это проверить. Это и любознательность, и любопытство одновременно. Если нет любопытства, нет игры. Вот месседж, который даёт Стругацкий. Что игра заложена в человека. Комов, когда говорит миф в платоновской пещере, рассказывает, что мы вот что, выбирались из пещеры, гибли под завалами, но шли, шли, шли. Он такой как бы героический пафос человечества туда, да? Героический пафос это же приблизительно те саме. Потому что игра в значении play тему самому, это активное, діяльное досліджение. Ну вот. И актеры, что же они play? Актеры же не game делают, а play делают, правильно? Они play in the seat, play the scan, когда они в кино играют там, да, и так далее. Act, вообще. Acting. Но вообще это play, можно так сказать. И вот возникает вопрос. Пафосный комов, воплощающий научное мужество и научную любознательность, видит у себя под носом дитё с перестроенной физиологией, который живёт в мире, где что? Все желания исполняются. А когда мы живём в мире, когда наши все желания исполняются? Ну, как нам кажется? Клым и диты мали. Когда маленькие детки, совсем маленькие, там до четырёх лет, да, до пяти, когда ещё Новый год, вот они верят в этого сверчка, в эту атмосферу, грубо говоря, пока мы верим в Деда Мороза. Тот живёт в мире Деда Мороза, где его выполняются желания. Он скажет, а я что хочу, то как бы и делается. И в результате все эти высоколобые дяди, добрые, горбовские, психичка майя и научное мужество с подбородком воплощающий, и вандерхуза, и прочее, они сдвигаются в сторону, остается стась, с которой хочет малыш играть, и ходит, давай поиграем, давай поиграем, давай поиграем. Поиграем, это они же играют во что? В разговор. Активная исследовательская деятельность внутри разговора. Понимаете? Они играют в контакт. Так вот, может нам говорить Стругацкий, что лучшая форма контакта это не мужество научное Горбовского, готовность идти на эксперименты и в наблюдательность, а это сыграть в контакт. А поскольку малыш является порталом, переходным существом, и контакт удается установить только через игру, возможно, это символическое указание на что? что это и есть способ взаимодействия цивилизации. И дело в том, что критично важливой умовой цієї гри, play, есть то, что это происходит только за личным желанием. Voluntary agreement. Круто. Но гри немає. Смертельная серьезность. Это тема Мюнхгаузена. Все глупости в мире делаются именно с этим выражением лица. Слишком серьезно. Вы улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Смотрите, давайте трезво посмотрим на ситуацию. Грандиозный проект. Человечество, преисполненное пафоса, со всей ответственностью спасает от взрыва сверхновой будущего молодую цивилизацию, чтобы выросли ростки галактического человечества. Ла-ла-ла. Бум! Наткнулись на 12-летнем пацана, который больше всего хочет что? Играть в мяч, триндеть, и на этом ломается, сворачивается весь проект, и потом все человечество работает на разговор с 12-летним пацаном. Он же сломал дорогу цивилизации. Ну, по крайней мере, одну из дорог. По-моему, дуже красиво якраз. Людство пафосно когось рятует, а с тем, кто хочет пограть в мяч, людство просто грает в мяч. Ну вот, я об этом и говорю. Те из них, кто догадались, что так можно делать, что это тоже путь. И с одной стороны, это крайне серьезно, потому что это программа масштаба Галактического совета, Совета Земли, раз что, раз может дернуть стать любого ученого в любой момент. А с другой стороны, Ковчег-2 тоже там где-то реализуется. Они же там другую планету начали подыскивать. Ну так, что, какой лозунг Стругацких? Пролетарии всех стран объединяйтесь, сказал Маркс, А Стругацкий сказал, что человечество, играйтесь, играйтесь, играйте, игра. Игра это то, что, просто мы играли на Земле, а сейчас будет галактическая игра, галактический масштаб. И все диковинки космоса, которых много, все непонятки с другими цивилизациями, которых море, и они это констатируют, надо воспринимать, как что? Как жизнь на детской площадке. Кто-то хочет с тобой играть, и ты находишь с ним общий язык, а кто-то не хочет, и ты не находишь. Расстраиваться не надо, надо идти дальше, играться дальше. И дети, дети, они обязательно вырастут и станут другими, подростками галактическими. Это и будет вертикальный прогресс. Аминь. Да? Сейчас я вам хочу прочитать одну цитату. Хорошая такая цитата. Осталось найти в переписке. В общем, эта цитата звучит примерно так. Я вам ее воспроизведу, чтобы не тратить уже время на это. Что человечество текущее — это песочница для грядущих поколений Земля. Одна из самых больных тем для Стругацких, как все сторонники русского космизма и анасферного проекта, это люди, помешанные на эволюции человека. Главная тема — это не просто эволюция, а активная эволюция, когда человек волею судеб или техногенно, или организационно получает возможность влиять на собственную эволюцию и останется другими существами. Это Ефремов, это Павлов, это родовая печать советской фантастики, ноосферного проекта, проекта полдня. Потому что в западной фантастике они либо механически приобретают новые свойства, либо вообще не меняются, как у Лема. Люди, как были в 20-м веке, так в 20-м они такие же. Просто у них техническая возможность. А вот изменение, родовая, это дальнейшая эволюция человека, вот это родовой признак советской фантастики, вот она сферной части, которая меня интересует. Но не только советская, она же у того же Маска проглядывает с Киберлинком и у того же Теяра де Шардена, когда разум, потом сверхразум. Вот. И смена мотивации. То есть человек сэволюционировал, перестал быть человеком дисциплинарным, человеком, ограниченным Землей, вышел в галактику, стал неуязвимым благодаря чего? Фукамизации или почти неуязвимым. Стал там, подкорил космос до такой степени, что садись в корабль, лети куда хочешь. То есть такая, с нашей точки зрения, это рай. И рано или поздно, говорит Стругацкий, благодаря организации общества, техническому могуществу и выходу в космос, очень коротко, по их летоисчислению, меньше чем за сто лет, становится вопрос о пределах этого рая. Рай оказался очень исчерпаемым. История, когда-то считали ученики Стругацких, история с... группой свободного поиска там продлилась в 60 лет или чуть меньше даже. Все эти кризисы всего полдня происходят за 70, по-моему, лет. Ну, при жизни одних и тех же людей, там, Горбовский, Комов и так далее. И очень быстро исчерпывается этот тип экспансии, тип жизни. И что приходит на смену? Человек играющий, которому мотивация не страх, не любопытство, а даже... А следующий уровень мотивации, который называется игра. А игра — это, с одной стороны, то же самое, чем человечество всегда занималось, то есть познание, но снова нового качества, нового старого забытого качества. А что есть в play в этом, в определении? Это познание, какое, какие там у него эти атрибуты идут? Активное и... Деятельное, познавающее и... там, где есть сгода. Взаимное согласие и творчество, наверное, да? Творческое еще. Ну, вот в гугле, например, вовлечение в активность ради радости и recreation rather than serious or practical purpose. Восстановление, recreation. Да. Восстановление, чем серьезная или какая-то практическая цель. То есть это познавательная, радостная, познавательная игра. Да. А теперь внимание. Посмотрите с этой точки зрения «Початка для активной познавательной игры, не имеющей прямой целью, а скорее от избытка сил, релаксации и любопытства». И любопытства, радостного. Вот у пикурейцев было. И пикур — это философская, такая одна из четырех философских школ отличности мощных, которые говорили, что главной идеей было переживание существования как праздника. То есть существование как праздник. Ну, я понимаю, что в Средиземном море, на берегу Средиземного моря это легче, чем в Якутии. Но тем не менее. То есть они сосредотачивались на празднике существования. Каждый день как праздник. Главная библейская метафора в Новом Завете, две метафоры главные, это суд и пир. Пир — праздник. Первое чудо Христа — это свадьба в Кане Галилейске. Они на пиру. Вечеринка. Детцарство Небесное подается как пир вечный. Христос говорит, это такая разновидность вечного пира, вечного праздника. Стругацкие подрывают основы советского строя таким образом. Ну, как в чем-то подрывают, а в чем-то развивают. В Советском Союзе одной из главных фигур, кроме партийных вождей, были кто? Дети. Дворцы пионеров, в ДСАФ и так далее. В одной стране мира никогда подобного ничего не было. Индустрия работала. Что такое ДСАФ? Ты мог получить любую специальность, включая летчика, бесплатно от государства. Да еще в виде такой полуигры подростковой, творческой. Там же было все. От радиодела до, я не знаю, всего чего угодно. Я знаю множество летчиков, которые стали летчиками в ДСАФ. им бесплатно самолеты давали и бесплатно топлива летая на здоровье. И так далее. Кто компьютеры паял, кто-то. Дворцы творчества, дворцы пионеров бесконечно, астрономические кружки, такие, картинги, прочее. Все бесплатно было. Индустрия этих всех детских, детского кино, в том числе фантастического, индустрия мультиков, огромное количество детской литературы, специализированных журналов по возрастам, начиная от там, мурзилки заканчивая юностью и техникой молодежи и так далее, и так далее. Миллион. Популярные передачи, при том разведите телевидение возможным там и так далее. Целая история. Один киноматограф детский чего занимал, детская литература, это огромный мир. Огромный. Все лучшее детям, сказал Ленин. Это же его из речей. Дети, будущее, устремленность в будущее, дети, дети, дети. Потом страшная сталинская эпоха, такая полупонятная хрущевская вроде оттепель, потом обратно откатили, которые творили Стругацкий и Брежневский застой. Ну, это бы детская тема никуда не делась, но Стругацкие одновременно бунтуют. Не хотелось бы заниматься тут, сводить творчество Стругацких с их темами о контакте цивилизации только к Советскому Союзу, но это коннотация безусловно есть, потому что всегда есть контекст, из которого авторы пишут. Они бунтуют и против советского строя одновременно, и против вот этого нудного подхода человечества к освоению галактики. То есть, конечно, это героический пафос, так и дети же играют в героев, правильно? Первопроходцев, космонавтов и так далее. Но, говорит, правильное отношение это давай поиграем. Детское такое. Будьте как дети и тогда войдете в Царствие Небесное. на небо. Нам это очень трудно воспринять. Не в последнюю очередь, благодаря мне лично, я тут создал, в обсуждении Стругацких, создал такой героический пафос. Прогрессоры, трагедия, не можем не вмешаться, убивать или не убивать, пятое, десятое. И вот маленькой повестью, выбивающейся из этой конвы этих страшных мучений там на Насаракше этого, как его товарища, камерера, взрывать не взрывать, жалеть рыбу не жалеть, там ужасных терзаний Максима с его убитой, не Максима, а этого, как его, Румата с его убитой невестой и прочее, мы все-таки что? Вот малыш, само название, малыш. Что делают малыши? Играются. Основное содержание жизни детей – это игра. Они нам вдруг Стругацкие делают такой вот контрапункт. Вот чем они блестящие, Стругацкие? Они блестящие. И заразово умудряются обмануть все ожидания и вывернуть тему самым неожиданным образом, который когда-то никогда не ожидаешь. Ну, вроде же, как бы понятно, уже определились с генеральным и не Стругацким. Вот они раз и пишут вот этот вот малыш, который, кстати, считали своей неудачей эту повесть. А с моей точки зрения это очень большая удача. Если не литературная, то идейная удача так точно. Что они показали, что… Это они говорили, что неудача? Да, он считал, ну, не самой удачной, скажем так, или неудачной. Так в оффлайн-интервью он говорил, по крайней мере. Но с моей точки зрения, это очень серьезнейший контрапункт, сознательно внесенный, или полусознательно, это в данном случае неважно, внесенный в их творчество. На фоне вот этого там, экспансии этой всей, что грандиозный проект цивилизации с серьезными дядьками Комовым и Гробовскими, там, Вандерхузой и Атосами разбивается о 12-летнего пацана, 14-летнего там, да, и простого сантехника Стася, что такое наладчик киберавтоматов в той цивилизации. Ну, это как у нас слесарь-наладчик, примерно там, да, бытовых приборов. И их желание что? Играть. И все умы человечества в конце становятся на службу этому слесарю, общающемуся с 14-летним пацаном. Парадоксальным образом разговорить разговоры, играться оказывается самым важным, что есть для человека. Вот мы с вами тут неоднократно хвалили вот это наше чтение книг. Оно же, многие говорят, я, например, говорю, что это вот там, за крайний год у меня был самый счастливый момент в жизни, это когда мы с вами обсуждали в Ковагуру книги фантастику. Больше всего, что мне нравилось. Мне мои занятия нравятся и вот Ковагуру. Все остальное я в той или иной степени терплю, начиная с политики и заканчивая всем остальным. Я что-то там делаю, но ценой продирания через джунгли, оставления клочья в мясо, крови и колючек, на колючек скажем. А вот так, чтобы я получал удовольствие. А в конце концов, вы посмотрите, что чем это для нас являет? Мы много узнаем отсюда? О человеке, о человечестве, о нас самих. Так это же разговоры на несерьезные детские темы. Мы придумки с вами обсуждаем, сказки. И весьма нефигово продвигаемся при этом. И личностно, и группово, и для всех, кто нас смотрит. Делаем открытие очень важное. Игра продуктивная в этом смысле. Дети умудряются играть в свои сказки с такой священной серьезностью, когда они играют в кого-то. Но помнят, что это игра. Всегда можно сказать, чур, я в домике, они играют. Все прекрасно помнят, что вот мы там другие. Это мощнейший контрапункт, я считаю. Мощнейший. Я думаю, что усы наблюдали за игрой. Что, возможно, им было непонятно этот вид деятельности. они его с удовольствием познавали на малыш. Смотрели. Интерес вызывало. Их познавательность. То есть, они самозамкнулись, но когда они увидели игру, им стало интересно. Такого они не видели. Что так можно поступать. Если следовать этой логике, то, скорее всего, в усы, они вырешили, что это наибольшая продуктивная взаимодействие. Да, скорее так, да. То есть, мы на игрушку привыкли смотреть разными способами, и мы и усы подозреваем. Но мысль о том, что это может стать основой чего? Взаимодействие. Не приходило в голову ни нам, ни усам. Ни нам, ни усам. Как мы до сих пор обращались с инопланетянами? Либо прогрессировали их, либо терпели от них всякие испытания. Да, да. Или, короче, то ли убивали, то ли с нудной, серьезной серьезностью этим всем парились. А тут, оказывается, можно играться. Хотя начинается это все с трагедии. Разбитый корабль, погибшие родители, ребенок годовалый один на планете, в колыбели и так далее. Ну вот, цитирую. Земля — это детский сад грядущего человечества. Старшие группы играют с малышами. Иногда малышам кажется, что игры слишком жестокие и что мир не стоит даже слезинки ребенка. Но те, кого мы называем учителями человечества, уже много веков и на разных языках говорят там только одно — смерти нет, есть только одна настоящая опасность — покой. Можно отстать, можно потерять скорость, можно остаться на второй год. Это похоже на школу, на детсад, на театр. Но это не то, не другое, не третье. Земля — это инкубатор душ, и главное — это игра. Как вы думаете, чья это цитата? это Бартиния. Гениальный авиаконструктор, итальянский аристократ, который стал советским коммунистом и занимался там много чем. Например, он составил самый загадочный текст в истории советской науки, где опубликовал в 65-м году и обосновал то, что Земля из шести измерений. Наше пространство состоит из шести измерений. Часть ученых напрочь не воспринимает, часть говорит гениально, причем весьма солидных ученых. Он написал завещание, которое попросил открыть в 1195-м году, или 75-м, творил абсолютно гениальные проекты, экранопланы, там другие, все они были невезучие, никто так и не летал. Дальше прорывных моделей не шло. Но самое интересное, что он вел семинары домашние, на которых были молодые Стругацки. И вообще прогонял научно-техническую интеллигенцию, всю эту элиту через столичную, через свои семинары, в том числе партийные деятели и так далее. Да, Наташа. А вот у меня вопрос. Я искала про Бартини, я посмотрела пару каких-то фильмов в YouTube, но либо я как-то не так искала, я нигде не увидела, что он вел семинары. Где можно про это почитать? Или про это нет какой-то... Ну, про это нет, это я знаю, скажем так, из тусовки. Ага. Да, ну про шестимерное пространство, пространство, да, там рассказывалось в фильме. Да. У него теорию, что она очень-очень логично. Да, 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 ученые признали много. А почему ей не дали... Ну, не то, что не дали, почему, как сказать, почему оно остается вот так вот есть и все, это гениально, но никак дальше не развивается, не используется, я не могу понять. Он обогнал свое время. Ну, не пошло. А почему мы понимаем все в Украине, что надо менять все, что-то по большому счету, но никак не можем поменять, скажите? То есть мы, как человечество, еще не готовы к этим делам? Ну, не то, что не готовы, но все все понимают, а развивать не развивается. Мы же в Украине понимаем, что нужно сделать. Что нужно сделать, это самый дешевый товар. Он написан во всех книжках, типа, почему нации богатеют, почему Азии удалось и так далее. Вопрос, кто? Главное, я все время приходится объяснять, прибегают вечно люди в политику с гениальными планами, говорят, я знаю, что делать. Я говорю, чувак, тут все знают, что делать. Вопрос, кто будет делать? Кто эти люди? Где они, что без воплощения? Да, да, это главные проблемы. Кто? Что всем все понятно? Вот. И, ну, как кажется понятно, потом, конечно, когда начинается практика, выплывает так много, что даже Америка, видите, способна растереться при ее интеллектуальном потенциале, капитале, масштабах, средствах и так далее. Земля, как грядущая, как детский сад для грядущего человечества. Вот эта идея, запавшая стругацким, очень сильно. И их теория, как я понимаю, заключается в том, что выход каждый раз на новый уровень, например, на галактические просторы, это вот как теория моей священной раны, что обнуляется уровень, и ты заново начинаешь с раны. То есть это следующий уровень, но старт сначала, то есть опять все с игры начинается. Человечество росло на Земле и выросло, взрослым стало, ушло в космос, начинает снова там, как дети. Как дети в песочнице. Потом оно, конечно, созреет. Да, снова в первый класс созреет, ну в новых условиях созреет и там, и опять, но потом перескочит на следующий уровень, и там будет опять первый класс. Но уровни, говорят стругацкие, эволюция — это активная игра. Активная познавающая игра. Вот что такое эволюция по-стругацкому. Играть. Давай поиграем. Все же признают магию игры, да? Я человек, который 17 лет провел в театре, знаю, что игрой жизнь украшается необыкновенной в кино. Хочешь себе улучшить жизнь, в восторг прийти, надо начать снимать фильм или играть в театре. Это сразу превращается в огромную веселую игру. Классное ощущение жизни. Вот не зря живешь. Творчество пошло. Ну или вот такими вещами, как мы заниматься. Абсолютно неутилитарными. Могли бы Савика Шустера посмотреть, а мы вот это обсуждаем, не пойми же. Поволноваться про судьбу страны. Игра. Игра — это ключ. Но современному дисциплинарному человеку с его экологическими, военными и прочими проблемами, умученными, тремя складками, вот здесь отнестись к такой серьезной вещи, как контакт между цивилизациями или там поворот всего человечества из какого-то тупика, что нам же человечество в тупике рисует комов в своей лекции, что ключ в игре, чтобы мы все просто начали активно и деятельно и с радостью познавать, как дети. Пошли за дом. Вот ключ. Давай поиграем, пошли за дом. Это нам в голову не приходит. Стругацкий говорит, а почему? Вот только в таких играх и вырастает грядущее человечество. Надо уметь стать малышами или как малыши. Ну, он такой авторитетный источник, как Иисус Христос, тоже нам это говорит. Помните, когда дети к нему пришли, ученики говорят, куда, ну серьезный учитель, там все пафос такой, вы что, лечит, мертвого воскрешает, изгоняет, этих посрамил, тех посрамил, там и прочее, прочее. Детей нет, нельзя пускать. Он им говорит, пустите. Они говорят, да как же ж дети, несерьезно, нельзя. Ты же великий учитель. Он говорит, пустите детей. Потом поставил дитё и сказал, вот будете как они, тогда войдете в Царство Небесное. А тут прямая ассоциация неба, вылезли из пещеры, растеклись по равнине, увидели небо, хотим туда, и встаньте как дети. Homo ludens, человек играющий. Вы читали книжку Homo ludens? Что это за книжка? Ну, это знаменитый европейский философ, который придумал понятие человек играющий. Я бы основал следующую стадию развития философии. Человечество как раз через игру. Появление человека нового типа. Я просто ничего не знаю про эту книгу, а это она появилась после Стругацких или Стругацкие оттуда взялись? Нет, это 20-е годы еще. Там как раз была эпоха очередного взлета человечества. То есть Стругацкие оттуда взяли это название? Да, да. Гейзинг, знаменитый. Чем она хороша? Нидерланд, геголландец, 1938 год. Она короткая. Игра как в изначальной членной культуре. Ее можно быстро прочитать и обсудить. Так, можем паузу взять, а потом снова вернуться к Стругацким, например, потому что эта линия крайне важна для понимания всей советской фантастики. Вот советская фантастика, нацферный проект как таковой, это ставка на активную эволюцию, когда они же марксистские подходили, то есть они размышляли в производительных силах, ну, по крайней мере, советские фантастики, до этого были другие. Логика активной эволюции все время сохранялась, мотивация была и символическая система была. Другая объяснительная схема. С марксистской точки зрения человечество постепенно обладевает производительными силами и главной производительной силой является эволюция как таковая. Техническая эволюция, биологическая эволюция, эволюция человека как разумного вида. Нацферный проект это все очень просто. Это сделать эволюцию главной производительной силы. Обратить силу эволюции на самого себя и на общество, чтобы еще быстрее развиваться. Такой автокатализационный процесс. Мы привносим нечто, что так мы терпим эволюцию и более-менее удачно приспосабливаемся, а тут мы ее организуем и запускаем, двигатель на нее ставим. Вот это великолепно. То есть мы программируем свое собственное развитие как индивидов, как биологических существ и как общества. Да, монокосма, например. и так далее везде. Активно занимаемся собственным прогрессом, прогрессорами в отношении себя выступаем, используя все методы перестройки. Там общество, биология, физиология и так далее. Но делать это надо как игру. Играться. Тогда это работает. Как дети. Они же развивают активно себя, играя. Что наша жизнь — игра. Вот этим пафосом и пронизаны все. Москва к Асиопеи, там, как это, большое космическое путешествие, через стерни к звездам, гости из будущего. Там, все, что мы, тайна третьей планеты, все, на чем воспитывалось мое детство, и что вот взрослому дяде до сих пор является главным стержневой нитью, по которой я иду, такой огненной. И вас, ни в чем не повинных, привлек к этому Маркобесию. Это великая идея, великая. Автоэволюция. То есть направить эволюцию, сделать эволюцию не силой, воздействующей на нас, а силой, которой мы управляем для развития. Ну, собственно говоря, это, на самом деле, христианская идея, только в светском прочтении. Что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Обожение. Это теоргия. У католиков это тоже есть, у протестантов есть, но это православная идея, обожение человека. Но у них акцент был на этом, византийского христианства. Но и до сих пор остается у греческого прочтения. В этом смысле я могу вас приветствовать в каждое занятие. Эй, православная. Это вот стать Богом, обожение. Это вот очень православная идея. Можно сказать, что у этой идеи есть православный источник, правильно? Да, это православный источник. В светском прочтении. Ну, вот папа, эмирит, Бенедикт XVI, он же еще теолог, очень известный. Он всю жизнь изучал коммунизм. Его это крайне влекло. Даром, что он в детстве был членом Гитлера Югина, прошел все это, его это влекло, и он, несмотря на ужасы, которые он увидел там от Красной Армии, от всего остального, от войны, он крайне интересовался этой темой, изучал ее, среди прочего, теологию. И он говорил, что коммунизм вообще-то это лучшая придумка человечества светская, которая была. Советский кодекс строительства коммунизма это как бы сочетание 10 заповедей с 6 заповедями блаженства. Нагорное проповедение 10 заповедей фактически. Светское христианство он называл. Правда, он говорил, что у него есть недостаток свой крупный, но вообще задумка так гениальная сама по себе. Но дело не в этом, мы же тут не собрались, прости господи, воспевать коммунизм, а то сейчас попадем под закон против коммунизации. Мы, и даже если не попадем, дело не в этом. Нельзя, как это читателей в заблуждение, запускать слушателей. Если надо правильно понять, это коммунизм не который был на практике в виде советского большевизма с голодомором и сталинскими лагерями. А это как коммунизм в прочтении советских фантастов. Вот то, что Ефремов называл коммунизмом. Можем назвать это как угодно, я называю ноосферный проект, эвфемизм использую для этого специально. Идея автоэволюции, эволюции как производительной силой, направленная на построение царства Божьего на земле, а потом во всей галактике. Кульминация должна стать разумная вселенная. А духотворение материи в буквальном смысле этого слова. Вот такая история. Помните этот знаменитый диалог через тернии к звездам, когда взорвалась планета? И беседует этот скептик с планеты, в которую Ясулович играет, и профессор Лебедев. Я его воспроизвожу по памяти, он говорит. Да, к сожалению, он говорит, порядок в мире недостижим. Застопаешь одну дыру, тут же появляется следующая. А его земной профессор спрашивает, что вы предлагаете сложить руки и ждать? Говорит, ну, может быть, покориться естественному ходу вещей разумнее. Он говорит, тогда мы перестали быть людьми. Он спрашивает, а где же предел, цель? Он говорит, торжество человечества. А, торжество разума с большой буквы «Р». Торжество космического человечества на силу и везла. Наш мир, галактика, арена борьбы. И мы, значит, этот самый, но вы же терпите ей поражение. Говорит, с опытом и силами, чтобы научиться в следующий раз побеждать. Такой диалог, да? Арена борьбы, это же и арена, и площадка игры тоже. То есть, надо быть, чтобы этим всем заниматься, понимаете, и идти за край, а не сидеть, щелкать сериалы или футбол. Надо быть детьми, в хорошем смысле, авантюристами, мальчишками, девчонками, которые на корабле хотят за горизонт. И пусть это горизонт, это соседняя улица в селе, где мы у бабушки отдыхаем, но тем не менее, туда. Как станем взрослыми, полетим дальше. Другими словами, можно сказать, что быть человеком, это значит не смириться, а бороться или не сидеть перед телевизором айти играть? Быть человеком, это остаться ребенком. Остаться что? Ребенком. Да. То есть эталон нормальности для человека это ребенок. Через термин? Играющий. Да. Профессор, как его? Климов. Климов, да. Климов, и мой любимый момент из фильма, это когда он весело, как дитина стрибая по... Да, да, да. И кричит, я люблю свою работу. Да, у меня хорошая работа, да. Виктор, ты на работе? Да, я на работе. Я на работе, у меня хорошая работа. Тут чудо сделал, да? И там же задумка, я вот недавно смотрел документальный фильм сына Ричарда Виктора, режиссера, он там записей поднимает разговоров, даже аудиозапись разговоров Викторова и Булачева, когда они задумывают этот фильм. Голос Булачева говорит, что я давно придумал идею, правда, там парень должен был быть главным героем, ну вот этот вот Степан, что он по ошибке попадал, ходил в дальнюю разведку, в серьезные дела, по ошибке попадает на корабль-осенизатор, ему стыдно, потому что что такое галактическая осенизация, ну ты выкачиваешь всякую гадость, как бы, вот. А потом выясняется, что ты спасаешь миры этой работы. И такое преобразование, но они добавили, там еще превращение человека из полукиборга в человека, девушки этой, там найденыши, тоже семейная тема. Семейная и галактическая тема вместе, вот здесь та же самая история. То есть все происходит в одной семье, в рамках одной семьи. Человек. Да. А? Ты цитируешь, да, не, я, ты во всем человек? Да. И, а с другой стороны, все происходит в масштабах галактики. И вот этот сверчок на печке, это и идея, когда вот это волшебство Нового Года или Рождества, которое у нас есть, нам надо распространить просто на всю галактику. Вот это человечество должно нести в галактику. Рождество, Новый Год, ощущение Нового Года и действовать сообразно. То есть взрослые дети. Викинги открыли Америку, потому что они детьми были большими, бородатыми, страшными, с мечами зазубренными, но детьми. Колумб туда попал, потому что он был большой ребенок. Жак Паганель, это дети, те, кто пошел, дети капитана Гранта, те, которые их искали, они сами были детьми, потому что взрослые люди, пропавших четыре года назад путешественников по 37-й параллели куда-то там плыть, но он несерьезный. Немо, все, кем мы восхищались, это все дети. Ребенок — это эталон нормальности. Взрослые — это испорченные дети. Скучно. Вот как-то так. Туда. И для стругацких, которые, в принципе, очень достаточно такие мрачные товарищи, особенно парень из «Преисподней» будем читать, там или «Попытку к бегству», там все так очень. Дождь, война, выбор. То такой контрапункт на «Малыше» — это, конечно, большая штука. Помните, кем был Стасис на корабле? Он за еду отвечал, помните? За создание атмосферы. Обслуживающий персонал такой прислуга. Обслуживающий персонал, я же говорю, да. Ну как прислуга, ну как бы был младший, который за все отвечает. Он же там пацан был совсем, на первой экспедиции. Дедовщину никто не отменял даже в космосе, даже в будущем. Да, перевернули вы, Алексей. Все-таки я не подчислял там всяких Колумбів до детей, играющих. Навряд чи всі вони прямо всіх внутрішній світу прямо зараз... Ну не прямо так, это ж я как пример привожу. Ну и Ньютон, и Колумба, все, кто вот лезет в неизведанное в качестве активной, проактивной, радостной, творческой деятельности, вот это же имеется в виду под детством. Давайте это уточнять. Кто плей занимается, кто играет? Про Колумба я недавно прочитав, що він багато років проводив переговори з приводу того, як ділить гроші від шляху в Індію. І тому він подовго відкладав, ну, він міг взагалі не поплить. Ну хорошо, ну не Колумб, например, но все, кто руководствуется активным любопытством, который лезет за край, радостно, испытывают від этого радость. Ну, радость, восторг, иногда ужас, но все-таки по большому счету радость. Радость от самого переживания этого потока энергии. Вот те нам союзники, те, те, которые как дети, которые войдут в Царство Небесное. Люди играющие. Ну зачем этим занимаемся с вами? Книжки эти читаем. Играемся, нам интересно. Активное любопытство. Почему фантастику так любят? Ну, определенная категория людей. Потому что, ну, это радость, это интересно, новый мир, как бы, да, открытие, как в сказке, новые возможности. Вот я читаю литературу, я разную люблю самую, какую хочешь, от научной до этого. Но не только фантастика, у меня сразу прыг, уровень радости внутренний подскакивает. Потому что чудеса, потому что интересно, потому что за край, смелые мысленные эксперименты. Туда, туда. Не всяким сериалом жив человек, но всяким походом за край, понимаете? Не сериалом единым, да, а всяким походом за край жив человек. Все-таки я бы сказал, что полдень 22 век это все уособление гри и цикавости и добровольного проявления активной цикавости. Да, 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 да. Добровольно активная, радостная, познавательная активность. Вот, что нас интересует в этом смысле. Такой формулировки запишем. Спасибо вам за то, что вы так перевели плей. как-то так. Будем культивировать себе это чувство. Я скажу, мне 45 лет, я много в жизни видел, от войны до всяких человеческих перипетий, а уж сколько я консультирую людей и знаю, что у них в жизни происходит, сколько я могу наблюдать из разных положений в обществе, которые я имел и имею, ничего лучше, чем добровольной, радостной поисковой совместной активности, то есть игры, не существует в этом мире. Не дано человечеству. Это самое лучшее, что есть. Вот то, чем мы сейчас с вами занимаемся. Тем там Маск занимается, вообще любой человек, который лезет за край, за дом. Пошли за дом, поиграем. Пацаки айдан на стадик и с пиками кастрик полить. Понимаете, да, вот это вот оно. Но взрослые пишут, детей на стройку не пускайте. Да, ну, это понятно. Детей на стройку может быть и не надо, но плохо тот ребенок, который не хочет залезть на стройку. Если это теряет человек, поисковую активность, познавательную активность, это самое печальное, что с ним может случиться. Хотя познавательная активность часто приводит к неприятности. Ну, так сколько, столько, сколько шрамов и синяков имеют дети в детстве, никто не имеет. Что-то непрерывное калечение такое. Я как вспомню, у меня шрамов на теле там взрослых в разов в пять меньше, чем детских, понимаете. Хотя у меня жизнь была не усыпана розами, скажем так. Но могу посчитать даже. вот у меня три взрослых и штук шесть, один к трем где-то детских, крупных, хороших, которые не прошли с того возраста остались шрамы. Ну, такая познавательная активность, как бы, да? Вот это то, что есть у человека, самое главное. Надо искать это всюду, в своей деятельности, пожалуйста. Как ты, Антон, говоришь, давайте это точно ищу. Активное, познавательное, добровольное? Добровильно, а добровольное, діяльное познание. Деятельностное познание, да? Ну, и радость надо добавить. Ну, это не из Википедии, это особистая. Ну, я понимаю, да, да. Ну, вот я там написал все эпитеты, которые мы используем. Добровольная, деятельная, радостная, познавательная активность. Радость очень важная качество. Человек должен радоваться. Человек создан для счастья, как птица для полета, но счастье я бы не сказал, для радости, как птица для полета. Это правда. Для радости. Ставка в Нагорной проповеди на радость. Блаженные, это счастливые или радостные. Сильно радостные, блаженные. радоваться мы должны. Но радость это противоположное страху, чувство. Или тут или бояться, или радоваться. Научиться радоваться. Метафора Библии главное это пир. Суд и пир. Это одновременно и достаточно серьезная вещь, суд. С другой стороны, это веселье. Пир. Иисус очень активно берет участие во всех пирах и вечеринках того времени, которое только можно. Везде. Кана Галилейская, там, везде. Пир, пир, пир. Был на перу за Ведеевым, был там, 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 везде пир. Там, там, туда, там. Но еще желательно в космический корабль за горизонтом. Одна из главных достоинств Стурганских, они же писали для младших научных сотрудников у Рубаря Советских. Это то, что в период 60-х годов, вообще, такой период сложился, 60-70-х, работа в этих советских НИИ, она при всех вот этих там нюансах бюрократии, которые они же описали в понедельник, начинаются в субботу, в сказки о тройке, она имела характер вот этого очень радостного поиска научного. Нравилось заниматься тем, чем они занимаются. Атмосфера вот этих вот лабораторий. кухонь, на которых споры велись, как у нас, я же на кухне сижу, да и половина, наверное, вас на кухне сижу. И так далее. Вот это вот туда. Туда. Надо это возрождать, потому что человечество, ну, не туда немножко, поехало. 75-го года, устало от больших проектов, от рисков, с них не связано. Слава Богу, есть Маск, который нам показывает, что может быть иначе. Ну, и все с этим связано. За край, за край, за дом. И пошли, поиграемся за дом. Вот главные слова человечества. Или там, на озеро, в деревне. Идем на озеро. Все, идем. Что-то такое, да. Маск взагалі говорив, що його основна ідея – це неперервність свідомості. Ну, да. Це англійська ідея, консеквенса, так называема, открытая Джоном Блоком і реально стырянна у папи той ідеї, дівчці, з яким він приживався, і з негріхо, з яким він списав. Але англійське понимання самосознання, а це головне поняття англійської філософії, це непрерывна, непрерывнасть акта сознання. То есть, я отдаю себе отчет, що щас действою іменно я, проявляю я, і там місяць назад це був я, год назад, і буду в будущем я. Переживання цього акта самосознання – це одне з головних поняття англійської філософії. Отсюду виросло і гражданське право, нове, по-либералізм, як такий, іменно от «я», от ставки на непрерывності сознання. У Бомістер-лікці є хорошим на цьому тему. Не помню, в публичному пространству или ми діто лично з ним бесідували. Да-да. Якщо ця лікція, було б цікаво її послухати, не помню, але непрерывність свідомості – це дуже гарне визначення, що таке зовсім людина. Ну, так. Авторство за все поступки. За все, внутренне і внешне. Я, як б на… Я, як вот, ручкою не поведеш по листу, непрерывну линию рисуюч і все время ощущаю шариком ручки или кончиком пера, который і порождает эту линию. Непрерывно. І, як би, у тебе ж нет пути вперед. Ти, як би, живеш на конвейере, который непрерывно выдвигається вперед, але стоїш на самому діву краю. І ти їм управляєш цим движенням. Многі відприємають життя як конвейер, який коли-то почався, коли-то закінчиться, а ти по нему просто йдеш. Непривішнеєт. Правильне ощущення детське, це коли ти, до конвейера, але він тільки ззади конвейер, а вперед у тебе ти не знаєш, куди він йдет. Можна за дом, можна на озеро, можна ще куде. Направляєш. Тобто, але видимо, надаєло вже, слава Богу. Тому що страшніє цього нічого нету. Покій, в худшому сміслі. Він хорош, коли ти активно поработав, і віддіхаєш. Тому, да, тадам, покій, можна побродити по парку, на пляжі полежати, подумати. Але, взагалі, треба лезти за дом. За дом, на стадик і к озеру. Тоді ми люди. Тому що скукотища і зиму, це взагалі страшне. Жутко. Це найстарішніше, що може згодитися. Люди ж повоєвали активно. Да. Тому треба було початку. Однозначно. Хвилин віку в цьому сміслі дуже жорстко обійшовся з нами. Десятки мільйонів погибших. Віх де? На європейському континенті, т.е. на самому цивілізованому. Удар по самосознанню був страшний. Вроді ми як, типо, продвинуті, разум, 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 а на саміде, таких же, як ми, носителі разума, з травим отравляючими газами, да, і розстрілим із пулеміта в сотнями тысяч. Це дурдом просто. В печах зжигає. Це катастрофа европейського сознання і западного взагалі. А учитывая, що це був передовій отряд чоловішества, в смыслі мовчоно-технічного прогрессора, ідей, ну, дар був жуткий. Человек був, хто вони такі, хто ми такі самі, що внутри у нас знаходиться. І це, конечно, підкачав. Щас би научиться, щас вызов епохи, я описав об цьому, що научиться делать такі ж крупні проекты, сильні решення, вернуться, але екологично, щоб по мільйону не вилетало после кожного решення чи по 10 мільйонів, за борт, історичній. Ось це треба. Це одночасно і стабільність, і не стабільність. Ну, да, це лізове бритвы, як велосипед, як велосипед, він, з однієї сторони стабільний, але треба постійно балансувати, щоб не упасть. А ще, це ж, от смотрите, куди воно дошло. Оно дошло страшно, в когнітивну сферу зашло, в стабільність. Мало того, що ми сели на диван і включили серіали, ми ще сподівали готові відповість, а потім наступила відуща стадія – готові відповість. А вот це вже полний конец. С готовими відповістью ще як-то можна роботи, а з готовими відповістью це просто катастрофа. Тому що активна поискова активність, детська, вона ж как раз заключається, що ми нештамповані вопросы задаємо, а такі, отнутра, а тут нам предложили набор, типа, «Зачем вам париться?» «А скільки активність у нас є?» «Вот вам ящик с вопросами. Задавайте, готові». Малыш спрашивав, «Как люди поняли, що вони думають головою?» «Да, да, 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 да. Типа неожиданні вопросы нам нужны. Неожиданні. Так що чоловішеством все-таки можна гордиться. Несмотря на собственну порочну греховну природу, оно умудряється все время лезть вперед. Как-то. Пусть даже отдохнув в течении 45 лет, в которой я живу на свете. Я ж как раз в 75-м родился. В октябре взлетает Джон Уэбб, телескоп, который в сто раз хаббла сильнее. То есть мы должны будем увидеть, если есть города, свет на других планетах, мы их увидим на экзопланетах. Светящиеся города. Распахнется мир во Вселенную. Полностью, представляете? Свет других городов увидеть. Еще не долетим, еще не понимаем. Но видеть, что они там есть, знать, это, конечно, дорогого стоит. Мы побачим только там якусь кисань и все. Ну, посмотрим. Технические возможности увидеть технические сигнатуры у него официально прописано даже в его проспекте. Мы там увидим усы разноцветные. Да. Второй момент это через два года, нет, в 22-м году начинается программа Артемида. Она сначала в беспилотном варианте будет, но это уже часть программы реализовываться. Это сестра Аполлона. Возвращение на Луну на постоянную базу. В 24-м году высадка и все, там непрерывная уже все, лунная база будет. И орбитальная база будет. Поехали. Мы с вами снова дожили до дальней пилотируемой космонавтики. А лучше этого и достойнее этого у человека, пока и у человечества ничего нет. Вот Антон правильно пишет. Люди подумали не головой и поняли, что лучше думать головой. Это как раз история и малыша, и нас всех. Так что, слава Богу, туда, туда, туда. Цивилизация Бартини у нас должна быть. Любопытный был, рвался вперед. И все. И еще за наступные 10-20 роков есть очень высокая вероятность, что мы сделаем жизнь в пробирке биологичной. Мы же понимаем, экспансия везде хороша. Она хороша в теоретической физике, это же не обязательно пространственных, в биологии, в инженерии, в космосе, во всем. Когда человек смотрит либо в микромир, либо в макромир и лезет туда активно, это то, что нужно. Это все очень хорошо. Это то, что делает нас людьми. Помните вот этот момент в первый человек, когда панораму Луны показывает музыка и вот это пылинка летит. Пылинка это несчастная стенка полтора миллиметра, фольга фактически. Фактически Бог ее на руках несет. Вот колыбель такая маленькая. Маленький кораблик человечества лучше солнца летит. Но это же гордость. Мы уже покинули нашу колыбель. Мы уже, пусть на соседний спутник, но выбрались в космос, в нечто принципиальное иное. А это же элементная база 60-х годов. Я вообще не понимаю, как они это сделают. А в радиостанции на лампах были еще, понимаете, да? Это невозможно. Но стиральные машинки сейчас, наверное, покруче. Стиральные машинки круче, чем все мозги центрального компьютера НАСА были тогда. И вот это стремление, вот для меня четко, да, у меня сходили за дом, да, у меня четко, когда человечество на курсе, когда оно в теме, или когда оно начало выдыхаться и там отсиживаться, бояться. Вот когда на минимальной элементной базе готовы идти за горизонт, вот как Каравелл и Колумба, ну куда через Зеландический океан, это же там нереально. Но пошли, или когда вот на этой хрени там ламповые полетели на Луну, вот тогда я понимаю, что тогда да. Потому что потом мысли наши прибыли такие, ну а что тут на Луну лететь или на Марс? Мы же не имеем защиты от радиации, мы не знаем, как мы там будем строить, вырастет ли там эта хлорелла, которую можно будет есть или нет, будет ли кислород, а вдруг отвалится какая-то деталь. Нет, давайте полностью вооружимся, и когда мы будем в самом соку, тогда уже полетим, когда это будет безопасно, как на машине путешествовать. Так каждый дурак может, это не человечество, это не гордое звание. Гордое звание, когда оно вот все разваливается, надо предохранитель на лету менять. Понимаете, пять отказов на посадке, но ты лезешь туда. Вот это да, это человечество. В Радянском Союзе багато просто раз пробовали, там на Марс летело не один супутник, а сразу четыре, чтобы один випадково долетел. Долетел, да, да, так и есть. Месяц сколько там, Луна девять, была Луна один, потом Луна девять. Вот смотрите, да, сколько было разговоров, что на Марс не залететь, пока двигатели нового типа не появятся. Ну на жидкостных двигателях нельзя. Маск и здесь обошел. Метановый двигатель создал, метан же можно добыть на Марсе. И который без отброса ступеней, ну ступень будет выводить, а дальше корабль там уже садится. И он вертикально садится, и взлетает, и многоразово, и по Марсу можно перелетать, если не там сели, ну как бы без ступеней. Сделал же, а это же тот же самый жидкостной двигатель. Просто новый этап развития, переменная тяга, там все дела и прочее, и вот оно уже дало новое качество. Принципиально как бы нового ничего не придумали, но постепенное накопление усилий вот этих дерзких людей, которые там добыли одно решение техническое, тут добыли, тут, в целом дало новое свойство, что можно так и лететь. Корабль на жидкостном двигателе, который взлетит с Земли со ста людьми и полетит на Марс, и долетит же, зараза, и высадится. Все говорили, давайте ионный, давайте ядерный, какой угодно, вот тогда можно будет говорить про Марс. Ни фига, на минимальной элементной базе, то есть так, как и соответствует гордому званию человечества. Помните в «Мягких зеркалах»? Он на старом катере летит со старого корабля без связи, где-то за пределами беспардонного амантюризма. Вот в этом он и проявился, снова проявился как человек на старом корыте, как гурм-феномен. Не стали ждать этого космодесантового люгера, специально подготовленного десантника и профессионала. Мы пошли на это. Вот это вот как бы экспансия, вот это человечество. На минимальной элементной базе вперед. Так и человек должен жить. То есть нельзя ждать, пока ты станешь мастером спорта по карате, чемпионом мира по боксу, как это, психологом всех времен и народов и миллиардером, чтобы начать действовать в этой жизни. Нет, приходится идти на минимальной базе. На минимальной базе понимания, на минимальной базе какая есть и делать вещи. А вот подготовленные люди, это, конечно, очень хорошо. Внутри статических процессов, давайте вот передовое, это все-таки, как это, человечество идет за дом на стадик с пиками кастрик полить. Еще неизвестно, что из этого получится. Как-то так. Скажите, что вы же не так читали, правильно? Без меня не так, не так? Нет, конечно. Нет. Темы игры, в обсуждениях, не было. Вот так. Потому что они великие плуты, эти стругацкие, мистификаторы. Они делают залудную, страшную, печальную историю с истериками, погибшими родителями и там мрачным морем с айсбергом. А реально надо смотреть в корень. Это их характернейший прием. Антураж делается для того, чтобы сокрыть ядро. Главную мысль. От противоположного. Поэтому так скучно написано. Помните, мы говорили с вами, жук-муравейник, и волны гасят ветер написаны, как будто стругацкие растеряли литературный талант. Какие-то документы, смешно. А вот сцена возле умирающего Гробовского сразу опять великие стругацкие. Начиная с того, как он подходит к этому крыльцу. Там сосны, солнце, песок. Вот это ощущение, что ты там в этот момент. Просто буквально находишься, переживаешь. Это великий перелом человечества, который происходит в одной комнате у человека, лежащего в кровати, который передумывает умирать в результате этого разговора. Классика чеховская. Люди пьют чай, в этот момент разбиваются их судьбы или ломаются судьбы галактики. И вот это снова вдруг возвращается. Так чего же было так объединять свой стиль? Посмотришь, как на афоризмы разорванные «Трудно быть Богом», блестяще написано, как струя масла льется, не зацепится ни за что. Все идеально выписаны, красивые обороты, мягкие такие, без всяких острых углов. И вдруг документы, скучно, ла-ла-ла. Так это же прием. Они пакуют идею в ее противоположность. Привычка, кстати, советского человека к иносказанию. Вот не было бы советского строя проклятого. Глядишь, и не родились бы такие произведения. Прямо бы вы сказали, но может быть скучно было. Да, привычка прятать в противоположность. Это же игра, чтобы найти. Это же тоже игра. Да, игра, ну и ребус мы считали. Волны гасят ветер, они как ребус. Даже само название. Волны гасят ветер. Ветер гасит волны, правильно? Или подгоняет, или я. А тут наоборот. То есть ключ в названии. А это 86-87 год. Они очень поздно вернулись. Они же написали «Обитаемый в 60-х», потом «Жуп, моровинники», вторые половины семьи. Десять лет между произведениями. Это же они уходили от этой темы, писали всякие там хромые судьбы, играто обреченной. И потом возвращались. Вообще «Волны гасят ветер» это чуть ли не последнее совместное произведение Стругацких. Если не последнее. Поэтому такая история. Уже написано. Мы все уже это помним. Все же в 86-м году все уже себя осознают, помним. Но они в это время писали. Его еще не было. Я себя прекрасно помню в 85-м. И помню, что еще не было такого произведения. Только предстояло родиться. Это большая для них тема. Они долго зашли. Спасибо. 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 Спасибо вам. До встречи. До встречи в эфире. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...